Глава третья В свою очередь, прапорщик рассказал ему о своем назначении на третий форт. — Значит, вместе будем, — обрадовался Сайманов. Появление фока верхом на лошади заставило их отойти к своим частям. — Здорово, матросня! — приветствовал моряков генерал, прибавив при этом, как всегда, матерщину. Моряки рявкнули что-то похожее на ответную брань. Но Фок только добродушно улыбнулся и тут же завернул несколько совершенно нецензурных выражений, вызвавших громкий смех среди солдат и матросов. Довольный произведенным эффектом, Фок слез с лошади и, подозвав офицеров, вошел с ними в штабной блиндаж, Надеян и Степанов поднялись ему навстречу. — Генерал Стессель приказал мне подробно ознакомиться с положением на вашем участке и обо всем доложить ему, — проговорил Фок, пожимая им руки. — Слушаешь, — прошамкал Надеян, — капитан Степанов сейчас все доложит вашему преусподительству. Начальник штаба подошел к карте и подробно стал объяснять, что происходит на каждом форту и батарее. — Выходит, что японцы присосались к фортам второму и третьему и укреплению номер три. — Сколько же времени они, по-вашему, смогут еще продержаться? — спросил Фок, делая заметки в записной книжке. — Ждавать их я не шабираюсь, — отрезал Надеян. Но Фок на него даже не посмотрел, ожидая ответа Степанова. — Я вполне разделяю мнение его превосходительства, — ответил капитан. — Нет таких крепостей, которые не сдавались бы, тем более нет таких фортов. Нужно заранее определить срок ее возможной обороны и своевременно подготовиться к ее очищению. Шрок обороны ищечет тогда, когда на форту не останется защитников. Пока я жив, форты жданы не будут, ежели мне даже это прикажут. Разволновался старик, тряся от возбуждения своей длинной белой бородой. — Надо, Митрофан Александрович, всегда исходить из реального соотношения сил, а не из личных побуждений и чувств. Мне тоже совсем не хочется, чтобы форты были сданы, но предусмотреть эту возможность необходимо. — Генерал Кондратенко. — Больше заботится об укреплении фортов, чем о сроке их сдачи, — заметил чью-то насмешливый Степанов. — Надоел мне этот умник. В Артуре сложилось мнение, которое, к сожалению, разделяет даже Стессы, что Кондратенко все знает, все может, и, кроме него, в крепости нет ни одного толкового человека. По-моему же, он приносит больше вреда, чем пользы. Возьмите, например, избыток солдат в окопах. Зачем это? Это ведет только к излишним потерям, зря льется солдатская кровь. Если война затянется, и через месяц Куропаткин не будет у Дзинжоу, то Артур обречен на капитуляцию. — Особенно при наличии таких генералов, как ваше превосходительство, — не утерпел надеян. — Вы, очевидно, переутомлены от слишком долгого пребывания на позициях, и вам следует отдохнуть? Спокойно, не повышая голоса, чуть поблескивая своими холодными, серо-голубыми глазами, ответил Фок. — Пока у меня есть щилы и буду нести службу его величества. Итак, господа, я хотел бы, чтобы вы продумали вопросы о пределе обороны атакованных фортов и в письменной форме доставили генералу Стессулю ваши соображения. — Прошу представить этот приказ в письменной форме, — потребовал надеян, — сегодня же получите. — Тогда и подумаем, что нам с ним сделать, а равно и с теми генералами, которые отдают такие прикажания, — весь трясся от негодования надеян. — Вредно так волноваться. В ваши почтенные годы с издевкой проговорил Фок, поднимаясь со стула. Через минуту он уже трусил мелкой рысой, направляясь в тыл. Степанов бегло ознакомил Звонарева с положением на форту и попросил его вечером летти с докладом в штаб. — Вообще, я считаю ваше постоянное пребывание на фортах ненужным. — Вы инструктор, а не офицер гарнизона, поэтому вы должны ночевать при штабе, пока желающий счастливого пути пожал ему руку капитан. Воспользовавшись некоторым затишьем, Звонарев и Сайманов напрямик пошли к форту. — Военная дорога здесь шла узкой лощиной почти до самого форта, который возвышался на крутой каменистой сопке. Комендант форта, штабс-капитан Булганов, подвижной веселый человек лет тридцати, приветливо встретил гостей и провел их в конец казармы, где за занавеской он расположился с двумя младшими офицерами и ветеринарным врачом Авроровым. Доктор заведовал на форту перевязочным пунктом. — Правда, воздух у нас не лучше, чем в остальной казарме, и далеко неспокойно, зато нижние чины всегда у меня на глазах, а мы у них. Это обеспечивает непосредственную и постоянную связь с ними, что очень важно в военное время, — пояснил он Сайманову и Звонареву. — Прошу закусить, чем Бог послал, ни то конинкой, ни то с лятинкой. Отдельной кухни от солдат у нас нет, питаемся из общего котла. — И жестоко страдаем желудками, — докончил Авроров. — Вода, правда, у нас привозится из города в бочках, и часто бывает не свежая, от этого болеем и мы, и солдаты, но улучшить водоснабжение все же не удается, — продолжал капитан. Узнав о цели визита своих гостей, он предложил вместе пойти осмотреть форт, пока он еще не окончательно разбит одиннадцатидюймовыми бомбами. Вчера сволочи десять снарядов влепили, засыпали наполовину левый ров, отбили угол капонира, разрушили горжевой бруствер, мы всю ночь провозились потом с починкой. Следуя за Булгановым вдоль казармы, Звонарев обратил внимание на то, что при проходе офицеров солдаты продолжали спокойно сидеть и заниматься своими делами. Некоторые из них подходили к командиру с различными вопросами. Капитан держался с ними просто, шутил, хлопал по плечу и шел дальше. Заметили это и прибывшие солдаты. — Комендант здесь не очень форсистый, вроде нашего поручика, не то что на втором форту, — говорили они. Из казармы по короткой патерне они вышли во внутренний дворик форта и оказались перед четырехорудиной батареей шестидюймовых пушек, примыкавшей к правому брустверу. Одно из орудий было подбито и лежало на боку. Артиллеристов не было видно. — Сейчас тому назад попали, — указал Булганов на лежавшую на земле пушку. — И все потому, что она стоит открыто, — вставил Сайманов. — На скалистом кряже, где мы, моряки, строим новые батареи, все орудия устанавливаются на обратных скатах. — Наконец-то за ум взялось, ваше начальство, — отозвался прапорщик. Из бокового блиндажа батареи появился молодой поручик Соломонов, которого Звонарев раньше встречал на дзинжоуских позициях. Раненый в ногу на батарее ритеры Б во время августовских боев, он и сейчас еще ходил с палочкой. — Привет Артурскому Архимеду! — поздоровался он с прапорщиком. — Ваше появление у нас сразу же подняло мой слабеющий дух. Не желаете ли заглянуть ко мне в келью? — Мы, Александр Александрович, сейчас заняты и зайдем попозже к вам на обратном пути, — ответил капитан. — Лихой артиллерист, но любит заложить за галстук, — заметил он, когда они отошли от батареи. Внутренний дворик вдоль и поперек был загроможден траверсами из мешков для предохранения от пули осколков. Нас обстреливают с трех сторон. Брустеры недостаточно высоки, поэтому и приходится так загромождать внутренность форта, — пояснил Булганов. Офицеры подошли к выходу в бетонную патерну, ведущую в капонир, расположенную в переднем рву. Патерна проходила через передний бруствер и спускалась под дном рва. У входа в нее стояли противоштумовые пушки и пулеметы, приготовленные к быстрому выдвижению на валы форта при атаке. Обслуживались они матросами с пересвета, которые помещались в небольшом каземате рядом. Миновав слабо освещенную патерну, офицеры попали в капонир. В отличие от второго форта, он был приспособлен для оружейно-пулеметной обороны, и поэтому имел только узкие стрелковые войницы. Они пропускали настолько мало света, что внутри капонира царил полумрак. Присмотревшись, Звонарев увидел несколько матросов и стрелков, некоторые стояли, приложив ухо к задней стенке капонира. — Слышно что-нибудь? — справился Булганов. — Так точно. — Постучит, постучит и перестанет, — ответил один из них. — Какой здесь грунт? — поинтересовался прапорщик, прижав ухо к стене. — Сплошь скала. И при том такая твердая, что лом и тот часто не берет, не говоря уже о кирках и лопатах. — До японцев, по-моему, не меньше двадцати пяти-тридцати сажений, если судить по силе доносящихся звуков. Они свою траншею ведут как раз на таком расстоянии. — Раз так, то трудно определенно сказать, троют ли они траншею или ведут минную галерею. — Решил Звонарев. — Все же следует незамедлительно приступить к противоминным работам. — Крепление стены и крыши у вас, конечно, не потребуется. Я сейчас могу наметить и места для минных галерей, — предложил он. Капитан вытащил план форта, на котором были нанесены линии японских траншей. При взгляде на карту стало очевидным их стремление, возможно, скорее продвинуться именно к капониру. В ближайшем будущем должна была начаться подземная борьба в непосредственной близости к форту. — Не следовало допускать занятия японцами передних окопов, — заметил прапорщик. — Теперь они оттуда легко могут опередить нас в продвижении под землей. Минная же галерея в непосредственной близости от капонира потеряет свой смысл. — Это почему? — Ведя подземные работы, мы стремимся подойти под противника и взорвать его. — Вблизи же от стен капонира такой взрыв будет опасен прежде всего для нас, так как может разрушить капонир, — пояснил прапорщик. — Быть может, уже и поздно начинать работы. — О, нет, время еще не упущено, но мешкать, конечно, не следует. — Сейчас же пришлю сюда стрелков для работ. Саперов у меня нет. Со мной пришли два артиллериста, которые уже знакомы с ведением минных галереей. Они и будут руководить стрелками. — Я могу прислать матросов. Среди них имеются шахтеры, — предложил Сайманов. — Вот отлично. Общее руководство возьмет на себя прапорщик Звонарев. В помощь вам я прикомандирую своего фендрика, а сам перееду из казарм в помещение при входе в Патерну. Оттуда мне будет близко до любого места форта. Но зато не очень удобно и весьма беспокойно, — заметил прапорщик. На войне с этим считаться не приходится. — Очень признателен вам, господа, за все указания, — пожал руки гостям Булганов. — Заходил сюда вчера. Саперный поручик Макриевич мямлил, мямлил, так ни с чем ушел. Подозвав солдата и матросов с Баяна, Звонарев подробно разъяснил им, как приступить к работам, что надо делать и чего следует опасаться. Булганов тоже слушал и старательно делал заметки. — Если вас и не окажется на форту, я сам все растолкуюсь солдатам, — улыбнулся он. — Пока на фронте тихо. Давайте-ка полюбуемся на панораму, открывающуюся с нашего богом спасаемого форта. — Надо думать, что помимо господа, бога и гарнизон принимает в этом некоторое участие, — вставил Сайманов. Все направились к выходу из Капанира, сталкиваясь в полутемных узких переходах. Едва успели они выйти на дворик, как раздалось хорошо знакомое шипение одиннадцатидюймовых бомб. — Наша! — крикнул Булганов, и, схватив за руки Звонарева и Сайманова, бросился обратно в Патерну. Едва они скрылись в ней, как на дворе взвелись два огромных столба дыма, сопровождаемые страшным грохотом. Тысячи осколков и камней с визгом разлетелись во все стороны. Сайманов упал на землю, а капитан налетел на пулемет и сильно расшиб колено. Матросы и артиллеристы, не успевшие еще выбраться из Патерны, побежали назад в Капанир. Когда, наконец, офицеры пришли в себя и вновь выглянули наружу, они увидели, что левый боковой бруствер снесен почти наполовину, а сложены из мешков траверсы и разметаны по всему внутреннему дворику форта. Свист новых снарядов заставил всех вернуться в Патерну и переждать здесь обстрел. Снаряды с ревом взрывались, уничтожая все вокруг и до основания сотрясая весь орд. — Пронеси, Господи, и помилуй! — набожно крестились солдаты при каждом новом взрыве. — Это, пожалуй, будет почище морского боя. Там дистанция до цели все время меняется, и поэтому попасть гораздо труднее. А тут и батареи, и цель неподвижны. Можно все снаряды класть чуть ли не в одну точку, — заметил Сайманов. — По-видимому, к третьему форту пристрелялись сразу несколько батарей, и теперь решили его смести с лица земли, — проговорил Звонрев. Он с опаской поглядывал вверх на свод Патерны, откуда сыпалась бетонная пыль. — Ты боишься, что Патерна завалится? — спросил его Сайманов. — Я думаю, что она рассчитана с большим запасом прочности. — На обстрел шестидюймовыми снарядами. — Они одиннадцатидюймовыми, — пояснил прапорщик. — Эти могут свободно пронизать любое перекрытие на форту. — Я этого и не подозревал? — Значит, мы фактически совершенно беззащитны? — испуганно вскочил Булганов. — О чем же вы, инженеры, думали, когда строили форты? — За это всех вас надо отправить в Сибирь на каторгу или просто расстрелять. — Ну, от этого форты прочнее не станут, — философски заметил Сайманов. — Надо немедленно же принять меры к усилению бетонных перекрытий. Яркий сноб огня у входа в патерну заставил всех броситься на землю. Раздался страшный грохот, посыпались целые глыбы бетона. Булганов пронизительно вскрикнул и сразу умолк. Несколько небольших бетонных осколков ударили прапорщика по голове, но папаха предохранила его от ранения. Рядом с ним Сайманов отряхивался, вставая на ноги. В группе матросов и солдат кто-то громко стонал. — Капитан-то наш убит или только обмер от страха? Чуть иронически справился лейтенант, наклоняясь к Булганову. — Кажись, жив. — Только малый с животом приболел. Потянул он воздух носом. У меня началась стифозная дизентерия. Охо и поднимался комендант форта. Звонарев обернулся к солдатам. В темноте можно было разобрать лежавшую на земле фигуру. Чиркнув спичкой, прапорщик нагнулся к раненому и в ужасе отпрянул. Большой осколок снаряда врезался в лицо матросу, превратив его в кашу. — Аминь! — сказал Сайманов, снимая фуражку. — Аминь! Как эхо отозвались солдаты и матросы. Капитан приказал послать за носилками. И тут только все увидели, что вход в патерну был завален обломками бетона с землей. — Попали в ловушку, черт возьми! — проговорил Сайманов. Звонарев подошел к засыпанному месту. Проход был завален до самого верха. Ничего под руками не оказалось. Надо было вручную разгребать землю и разбирать камни. — Ай да, ребята, разбирать завал! — обернулся прапорщик с солдатом, и, показывая пример, начал вытаскивать камни. С десяток рук сразу же потянулось за ним. Работа двигалась медленно. Несколько новых взрывов поблизости увеличили обрушение свода. Прошло добрых полтора часа, пока наконец показался дневной свет. Капитан успел вылезти наружу, когда со стороны тыловой казармы показался десяток другой стрелков с кирками и лопатами, предводительствуемых доктором Авроровым. — Где же офицеры? — Почему они не сразу пришли к нам на помощь? — накинулся на врача Булганов. В горжу тоже были попадания снарядов. Ранены подпоручики Жилины, Турский. Убито десять солдат, а ранены свыше тридцати. Я едва успел перевязать, — сообщал Авроров. — Это возмутительное безобразие. Вы начали оказывать помощь солдатам и забыли о коменданте. Что делал артиллерийский поручик Соломонов? — Пьян. Пришлось ему дать нашатырного спирта, чтобы он хоть немного пришел в себя. — Под суд! Расстреляю! — бешено орал капитан, наседая на врача. — Наша! — вдруг крикнул Сайманов и кинулся бежать к казарме. Забыв обо всем, капитан бросился за ним. Звонарев прислушался, но знакомого свиста снаряда не было слышно, и он не торопясь пошел по дворику. — Лейтенанту с перепугу все время мерещатся выстрелы из мортир, — усмехнулся один из артиллеристов. — И выходит, что ты совсем дурак! — ступился за своего офицера матросбаяна. — Лейтенант! — нарочно крикнули, чтобы капитан поскорее убрался отсюда. Веселое и хитрое выражение лица Сайманова, поджидавшего Звонарева у казарма, подтвердило правоту этих слов. — Здорово я разыграл этого капиташу! — Мигом смылся и прямо в уборную! — хохотал Сайманов. — Вы что ли, господин доктор, будете руководить работами по восстановлению паттерны? — спросил у Авророва прапорщик. — Стрелки и без меня это сделают. Я иду к раненым. Среди них есть тяжелые. Трудно здесь одному работать, так как никто не решается поселиться вместе со мной. Уйти же зазорно. Сам Судан упросился. — Хотите, пришлю к вам сестрицу? — неожиданно для самого себя предложил Звонарев, вспомнив о Варе. — Дайте мне лучше двух толковых санитаров. За это я вам скажу большое спасибо. А от сестричек благодарю. Отказываюсь. — замахал руками Авроров. Звонарев почувствовал облегчение. Теперь он был гарантирован, что Варе Судан не попадет. Сегодняшний обстрел показал ему, как опасно пребывание на этом выдвинутом вперед форту. Воспользовавшись наступившим затишким, он поднялся на Барбет и выглянул забруствен. По берегу реки Лунхэ вело с разрушенной местами полотно железной дороги. Насыпь ее служила прикрытием для японских ходов сообщений. Левее на соседней горе чернели валы укрепления. Между ним и фортом лежала глубокая лощина, преграждаемая расположенной несколько сзади. За китайской стенкой курганной батареей справа торчали развалины Капанира. Еще дальше можно было разглядеть форт номер два. Последний был гораздо лучше применен к местности, чем третий форт. — Молодчина Кондратенко, — подумал Звонарев, — талантливо использовал рельеф для цели обороны. Прямо в тылу возвышался, доминируя над всеми фортами и укреплениями района, скалистый утес, обычный наблюдательный пункт Кондратенко, почти беспрерывно обстреливаемый японцами. В непосредственной близости от рвов на самом гласе Сифорта темнели два ряда японских окопов. Звонарев не замедлил привлечь внимание японцев. По нему сделали несколько выстрелов. Прапорщик сошел вниз и направился в казарму. В горжевом рву, как муравьи, в развороченном муравейнике толпились солдаты, исправляя причиненные бомбардировкой разрушения. Булганов, весело покрикивая, бегал между ними. Он уже успел успокоиться, но ласковое дружеское обращение с солдатами на этот раз показало Звонареву неискренним. — Шевелись, дружочки, надуем японцы, чтобы к утру все опять было в прежнем виде. Он разбивает, а мы восстанавливаем. Ему это скоро надоест, и он уйдет от Артура, — говорил Булганов. — Верили солдаты ему или нет, прапорщик понять не мог. Но работали они дружно. Комендант попросил Звонарева и Сайманова остаться до прибытия на форт офицеров взамен выбывших из строя. Было далеко за полночь, когда Звонарев вернулся в штаб. Кроме дежурных телефонистов все спали. Наскоро поужинав холодной кониной и горячим чаем из термоса, Звонарев, не раздеваясь, улегся на свою складушку. — Прошу вас, ваше превосходительство, сегодня же сдать все дела генералу Горбатовскому, — сердит и приказал Стессель. — Слушаюсь, — дрожащим от волнения голосом ответил Надеян, стоявший около генерала Дитанской лошади. — Вам, Митрофан Александрович, надо хорошенько отдохнуть. — Посмотрите, на что вы стали похожи, похудели, осунулись, мешки под глазами. Как вы не крепитесь и не храбритесь, а годы берут свое, — уже гораздо мягче проговорил Стессель. — Отдыхать будем, ваше превосходительство, в могиле. Ежели я уже не пригоден за старостью для командования вшем фронтом, то разрешите мне принять хотя бы роту в первой линии. — Шнея я вось еще справлюсь, — просил Надеян, глядя слезящимися глазами на монументально восседавшего на конец Стесселя. — Что вы, у меня этого и в мыслях не было, — Митрофан Александрович. — Поживите в городе недельку-другую, отоспитесь, сходите в баньку. Старался успокоить старика генерал-адъютант. — Как мило ищите, прошу, ваше превосходительство от штатша на фронте, вместе с солдатами на любой должности, хоть шанитаром или кашеваром. — Какой же вы упрямец, — Митрофан Александрович. — Жена, узнав, что вы будете в Артуре, велела мне передать вам приглашение на обед на завтра. — Прямного благодарен матушке Вере Алексеевне за столь милостивое внимание ко мне. Прошу передать ей мою глубокую признательность. — Сейчас сюда прибудет генерал Горбатовский, а вы отправитесь в мое распоряжение. Теряя терпение, повторил приказание Стессель. — Мои адъютанты все разосланы по фортам. — Просьба откомандировать в мое распоряжение на сегодня одного из чинов вашего штаба. — Слушаю уж, — ответил Надеян. — Федор Васильевич, кого бы мы отдали без ущерба для дела? — обратился он к Степанову. — Прапорщика Звонарева. Собирайтесь поживее, молодой человек, и отправляйтесь сопровождать генерала-адъютанта. Возьмите мою лошадь, а то она сильно застоялась. Через десять минут прапорщик уже ехал в свите генерала-адъютанта, неторопливо следовавшего по улицам старого города. Густой туман мешал японцам, и они ограничивались обстрелом на удачу города и порта. — Мерзейшая погода! — ежился Стессель. — Хорошо только, что и пошата молчат, и наши артурцы могут немного отдохнуть от обстрела. Свернув влево, они выехали на Пушкинскую улицу. Почти все дома в старом городе были разрушены. Только почтовая контора еще уцелела. На Пушкинской улице виднелись развалены нескольких домов. Магазина и склада Чурина, городской читальни, типографии газеты «Новый край» и других. Возле разрушенного здания типографии уныло бродил редактор-издатель газеты полковник Артемьев. Вместе с своими сотрудниками он под обломками разыскивал уцелевшие части печатных машин. Подозвав его к себе кивком головы, Стессель выразил ему свое соболезнование в постигшей беде, но тут же не применил добавить. — Я думаю, что оборона Артура от этого не пострадает. Газета, да еще в условиях осажденной крепости, излишняя роскошь. Пусть читают мои приказы, в них написано все, что нужно и можно знать гарнизону и жителям города. — Я все же собираюсь возобновить газету, но уже в новом городе. Сейчас подыскиваю подходящее издание. — Только без какого бы то ни было участия вне этого мерзавца и японского шпиона Ножина, — сразу загорячился генерал, вспомнив сообщения иностранных корреспондентов. — Воля вашего превосходительства будет строго выполнена, — поспешил заверить полковник. Миновав старый город, разрушенную железнодорожную станцию, с разбитыми и сковерканными вагонами на путях, генерал-адъютант решил побывать на зубчатой и саперной батареях, благо сегодня там было совершенно тихо и безопасно. Вениаминов встретил генерала далеко впереди позиции и почтительно шел у генеральского стремени, на ходу докладывая о положении дел. За убылью артиллерийских офицеров он командовал обеими батареями и переселился в прекрасно оборудованный блиндаж Страшникова на зубчатой. Спешившись, Стесель зычным голосом поздоровался с солдатами, затем даже рискнул забраться на бруствер и, став во весь рост, внимательно разглядывал в бинокль сквозь туман японские позиции. Поблагодарив за службу, Вениаминова и солдат, генерал направился уже обратно. В это время где-то далеко, чуть слышно, прогремел выстрел, и затем послышался свист приближавшегося снаряда. «Сюда, кажется, — беспокойно, — проговорил генерал-адъютант, ускоряя шаги. Впереди несколько сбоку вырос фонтан дыма, раздался грохот, запели осколки. Забыв обо всем, Стесель ринулся к спасительным блиндажам, придерживая рукой шашку, и в этот момент небольшой осколок ударил его в правый висок, генерал охнул и со всего размаху повалился на землю. Его фуражка отлетела далеко в сторону, свита бросилась его поднимать, несколько капель крови олели на сидеющих волосах генерала. «Генерал-адъютант убит или смертельно ранен?» — не своим голосом закричал Вениаминов, падая на колени рядом с лежащим на земле Стеселем. «Скорее, носилки! Позвать врачей!» — командовал он, прикладывая свой носовой платок к голове раненого. Сопровождавшие генерала казаки и солдаты бросились исполнять эти приказания. Звонарев опустился на землю рядом с Вениаминовым и помогал ему привести в чувство Стеселя. Генерал был бледен и едва заметно дышал, но кровавое пятно на платке почти не увеличивалось. «Где я? Что со мной?» — чуть слышно спросил наконец генерал и попытался приподняться. «Ради Бога, ваше превосходительство, лежите спокойно и не двигайтесь, иначе у вас выпадут мозги из головы!» — трагически проговорил Вениаминов. «Если только они у него есть!» — не смог не улыбнуться про себя Звонарев. Слова капитана и особенно тон, каким они были произнесены, вновь повергли Стеселя в беспамятство. «Пойдите за носилками сами, Сергей Владимирович!» — все сильнее нервничал Вениаминов. Но к месту происшествия уже со всех сторон бежали санитары с носилками в руках. Раненого генерала-адъютанта бережно перенесли в ближайший солдатский блиндаж, и здесь ротный фельдшер сделал первую перевязку. Стесель уже вполне оправился и теперь только морщился от боли. Вениаминов разослал целую роту стрелков и артиллеристов на поиски врача. Как на грех! Воспользовавшись затишьем на фронте, все доктора уехали в тыл за медикаментами и перевязочным материалом. Наконец нашли молодого врача Красного Креста Миротворцева. Он осмотрел рану и поспешил успокоить генерала. Сущи пустяки, царапина, а не рана. Через неделю все заживет. Все еще бледное лицо Стеселя сразу побагровело. «Очевидно, вы, доктор, не хирург по специальности. У меня страшно болит вся правая половина головы и пульсирует в мозгу. Вероятно, треснули черепные кости, и начинается кровоизлияние в мозг», — сердито проговорил он. «Да этого быть не может, ваше превосходительство», — простодушно уверял врач. «Случись это, ваше состояние было бы гораздо тяжелее. С такими ранами мы возвращаем стрелков в строй». Последняя фраза окончательно вывела генерала из себя. «Вы, очевидно, забываете, что я генерал, а не солдат. Если позволяете себе разговаривать подобным тоном, доложите обо всем егермейстру Балашову. Хотя вы и не военный врач, но чина почитания обязательна и для вас». И генерал, не прощаясь, вышел из гляндажа. «Быть может, прикажете подать экипаж?» — почтительно справился Вениаминов. «Как-нибудь доберусь верхом», — ответил Стессель. С помощью двух ординарцев он водрузился на свою смирнейшую кобылу и шагом тронулся по дороге. Раздавшиеся сзади разрывы шрапнели и сразу же придали бодрость его превосходительству, который не замедлил перевести свою лошадь на рысь, а затем в голоб. Постепенно прибавляя аллюр, вся кавалькада вскоре уже карьером несла с по узким улицам. Встречные повозки и экипажи при виде бешено мчавшегося генерала-адъютанта с перевязанной головой спешно сворачивали в сторону. Люди мгновенно цепенели, отдавая честь или снимая фуражки перед грозным начальством. Проскакав добрых пять верст, Стессель около своего дома перешел в шаг. Как ни быстро мчался генерал, но все же телефонограмма о его тяжелом ранении уже дошла до штаба. Немедленно же Рей скинулся с нею к Вере Алексеевне. В доме поднялась невообразимая суматоха. Забыв обо всем, генеральша в одном капоте с непокрытой головой выбежала навстречу своему супругу и тут же, на улице, заключив его в свои объятия, истерически разрыдалась. Девочки-воспитанницы бросились на колени перед своим благодетелем и наперебой целовали ему руки. Рейс, Водяга, Гантимуров и еще с полдюжины штабных офицеров кинулись поддерживать под руки свое начальство. Успокаивая взволнованную жену, генерал-адъютант милостью раскланивался по сторонам и благодарил окружающих за проявленные сочувствия. Звонарева все наперебой расспрашивали, что и как произошло на злосчастной и зубчатой батареи. Он десять раз повторил несложный рассказ о происшедшем. Едва Стесель вошел в свой кабинет, как появился Никитин, за ним Фок, Церпицкий и Белый. За генералами пришли полковники и все желающие так или иначе выразить свое сочувствие генералу. Целый сон врачей во главе с Сигермейстером Балашовым и Артурским-Пироговым, главным хирургом крепости доктором Гюбенетом, еще раз осмотрели и вновь забинтовали генеральскую голову. Более опытный в житейских делах, чем простак миротворцев, Гюбенет много и долго распространялся о необходимости соблюдать полный покой, не вылываться и вообще обратить самое серьезное внимание на здоровье генерала. При этом условии он обещал полное и скорое исцеление. — Скажите правду, Борис Викторович, — умоляла его Вера Алексеевна, — рано, не смертельно, все в руках божьих. — Но будем надеяться, что это так, — дипломатично отвечал главный хирург. — Я вас запишу в свой поминальный синодик о здравии, Борис Викторович, и попрошу протоиерея, глаголево вынимать частицы из просфоры за ваше долголетие. Гюбенет поблагодарил и почтительно приложился к ручке генеральши. Стессель счел нужным также особо отметить проявленную при его ранении распорядительность Звонарева. — Да-да, конечно, Анатоль, поведение Васье Звонарева заслуживает награды, — вторила ему супруга. — Все это найдет отражение в приказе. Прапорщик, вы имеете уже клюкву? — спросил генерал-адъютант. — Никак нет, клюквенного морса у меня не имеется. Дружный хохот окружающих был ответом на эти слова Звонарева. — О, Господи, какой вы все еще штатский человек! — вздохнула Вера Алексеевна. — Я женщина, и то знаю, что клюквой называется красный, а Анинский темляк на шашке — первая боевая офицерская награда. — Орден Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость», — пояснил Стессель, — никак нет, не имею. — В таком случае властью, данной мне главнокомандующим, я поздравляю вас кавалером этого ордена, — объявил генерал, протягивая руку прапорщику. — Мне кажется, я ее совсем не заслужил, — смущенно забормотал Звонарев. — Не скромничайте, молодой человек, вы давно заслужили, и только не представлялась подходящего повода для награды. — Давайте вашу шашку я сама прикреплю к ней новый темляк, — запела Вера Алексеевна. Начались общие поздравления. Были уже сумерки, когда, наконец, прапорщик после обильного обеда был отпущен домой. Около Пушкинской школы его окликнула Варя. — Он сегодня умер, — печально сообщила она. — Кто? — Сахаров, конечно. Все шло так хорошо, и вдруг ни с того ни с сего крупозные воспаления легких, и через два дня конец. — Откуда вы это узнали? — Я дежурил около него последние сутки. Сделали все, что только было можно. Главный врач больницы, Петр Андреевич Розанов, не отходил от него ни на минуту, и все же спасти Василия Васильевича не удалось. Голос девушки дрожал от еле сдерживаемых слез. Звонарев сочувственно вздохнул. — Пожелаем ему царствия небесного. Он все время бредил, говорил что-то о Фоке, и бронил Гантимурова, вспоминал Веру Алексеевну. — Вы знаете, сегодня на зубчатой батарее ранен Стессель, — в свою очередь поделился новостью Звонарев. — И серьезно? — довольно безучастно спросила девушка. — Пустяки. Оцарапала ему голову камнем или осколком при взрыве снаряда. Он старается всех убедить, что рана весьма опасна, а окружающие делают вид, что верят этому. Настоящая комедия. — Меня за безумную храбрость, проявленную при оказании первой помощи генералу, наградили и клюквой. Похвастался прапорщик и подробно рассказал обо всем происшедшем. — Если это правда, за что же вас наградили? А затем неприлично разговаривает с дамой, сидя на лошади. Потрудитесь сейчас же слезть на землю. Обрела свой обычный тон Варя. Звонарев повиновался. — Пойдемте к учительницам в школу. Вы им расскажете о своих чудесных приключениях. В школе, где они застали Стаха и Борейка, в сотый раз Звонарев рассказал обо всем самым подробным образом, вплоть до своего неожиданного награждения. Последнее вызвало общий смех. — Вы были на электрическом утесе, под Зинжоу, на батарее литеры Б, при штурме Высокой, и, наконец, на фортах, и не удостоились даже благодарности, а тут сразу получили орден, — удивлялась Мария Петровна. — Покажи-ка свою саблю, Сережа, — попросил Борейка. Взяв шашку в руки, он с комическим видом понюхал красный темляк и, сорвав его с Эфеса, бросил в горячую печь. — Чтобы стессаревским духом от тебя не пахло, — пояснил он, возвращая шашку. — Есть награды, которыми можно и должно гордиться, а есть и такие, которые унижают, которых нельзя не стыдиться, — добавил он. Звонок прервал этот разговор. — Варя, тебя спрашивает какой-то служащий Тифантая, — сообщила Оля, открывавшая дверь. — Через минуту в столовую вошел господин Шубин и раскланялся со всеми присутствующими. — Я хотел бы переговорить с мадемуазель Белой без свидетелей, — проговорил он. Удивленная девушка вышла с ним в соседнюю комнату. — Наш общий друг и мой начальник Василий Васильевич Сахаров отошел в мир теней, — начал Шубин. — Незадолго перед своей смертью господин Сахаров через вас же передал мне записку, которую вы так хотели прочитать. — Теперь я могу удовлетворить ваше любопытство. — Василий Васильевич сделал завещание в вашу пользу. Он оставил вам всю обстановку своей квартиры. Он приказал мне передать вам, что это его свадебный подарок. Вам надо подать заявление в местный суд о вводе во владение. Я его уже заготовил. Подпишитесь внизу, и я завтра с утра начну хлопотать об этом, — протянул бумагу Шубин. — Но я не собираюсь выходить замуж. И поэтому, господин Шубин, не считаю возможным и вступать во владение завещанным имуществом, — отказалась Варя. — Этим вы оскорбите тень нашего друга. — Быть может, вы и примете хоть небольшой слиток червонного золота на обручальные кольца. Когда в них встретится надобность, вы его используете. Варя решительно отказалась. Вернувшись в столовую, она рассказала о завещании Сахарова и о своем отказе от наследства. Друзья начали прощаться. Пройдя полдороги вместе с Борейко, прапорщик свернул к штабу. Он подробно рассказал Степанову о дневных приключениях, умолчав, однако, о своем награждении. Капитан выслушал его с видимым интересом, а затем повел к новому командующему фронтом генералу Горбатовскому. Очень высокого роста, широкоплечий, с пушистыми седыми бакенбардами, с отрывистой лающей речью. Он показался прапорщику типичным армейским бурбоном. Генерал принял прапорщика просто и смеялся, слушая его рассказ. Вернувшись от Стесселя, Фок уселся в мягкое кресло и принялся читать недавно полученную в Артуре немецкую газету — Остазиадши Цейтунг! Не успел он погрузиться в дебри высокой политики, как к нему вихрем влетел радостный Гантимуров. Приказание вашего превосходительства выполнено, Сахаров умер. Когда и при каких обстоятельствах? Сегодня от воспаления легких, которые я ему устроил, надеюсь, вы теперь не откажете свернуть мне хотя бы часть моих векселей. — У меня к этому нет никаких оснований, — невозмутимо ответил генерал. — Зато у меня есть все основания считать вас непорядочным человеком, — вспыхнул поручик. — Что вы, сутенер, шулер и просто мелкий жулик, понимаете в порядочности? — Во всяком случае больше, чем бывшие жандармы и шпионы. — Напрасно вы думаете, что можете меня оскорбить. Я слишком презираю вас, чтобы обижаться. — Ну, а так как ваше присутствие не доставляет мне никакого удовольствия, то прошу вас покинуть мою квартиру. Эй, подать поручику пальто, — крикнул генерал. Князь ушел. Фок по телефону вызвал рейса и, попросив не допускать Гантимурова до Стесселя, добавил. — Жду вас немедленно к себе. — Позвать сюда Шубина, — приказал он затем денщикам. Как только Шубин появился в комнате, лицо Фока сразу просветлело. — Итак, наш милейший друг Василий Васильевич, к великому сожалению, покинул бренный мир. Что же вы теперь собираетесь делать? Господин Тифантай предусмотрел этот случай. — Управление всеми делами передается мне, но под мудрым контролем вашего превосходительства, — отвечал Шубин. — Никогда не думал, чтобы он оказался столь дальновидным. Покойный капитан был неплохим советчиком. Постараюсь во всем следовать ему, за исключением оплаты моих, как вы выразились, мудрых советов. По своему генеральскому чину и положению я должен получать значительно больше, чем получал Сахаров. В цене скоро сошлись. Обсудив затем некоторые детали, оба собеседника поднялись с мест. — Да, не думаете ли вы, милейший, что некий князь совершенно не нужен в Артуре? Мои мысли всегда совпадают с желаниями вашего превосходительства. Тем лучше медлить не следует. Все будет сделано в кратчайший срок. Шубин исчез, а на смену ему появился рейс. — Надо немедленно опечатать квартиру Сахарова. С места начал Фок. — Это уже сделано? — И назначить комиссию для приведения в ясность оставшихся дел и имущества. Общее руководство за мной, но меня в нее официально не вводите. Рейс едва успевал записывать распоряжение Фока. — Сегодня же оформите у Стесселя этот приказ. Будет сделано, ваше превосходительство. Итак, мы теперь без всяких посторонних лиц, связаны со штабом, но, конечно, не Куропаткина. — Весело засмеялся Фок. — И можно действовать смелее. — Вам поручается мадам. Благовы ищи мужчину в соку и вполне сохранили свой гвардейский вид, а я вплотную займу с моим старым, новым, безнадежно глупым другом. — Весело шутил генерал, потирая от удовольствия руки. — Кстати, следовало бы также чем-либо отметить память нашего незабвенного друга. — Это бы и для нас было полезной ширмой. Надо подумать о сооружении ему памятника в дальнем, — предложил Рейс. — Нет, этого без разрешения японцев не сделаешь. Проще представить его к ордену, например, Георгиевскому кресту. Но за что же? — Хотя бы за то, что он так хорошо сумел наладить связь с японцами. Это ведь дело весьма рискованное. Подайте-ка эту мысль, Верия Алексеевна. Последний звонок встревожил собравшуюся на покой Веру Алексеевну. Не желая беспокоить уже дремавшего в постели мужа, она сама вышла в приемную. — Приношу тысячу извинений. Небудь самых срочных дел, никогда не посмел бы обеспокоить в столь поздний час, — расшаркался Рейс. — Сейчас получил известие о смерти в больнице Красного Креста капитана Сахарова. — Василь Васильевич умер! — с ужасом воскликнула генеральша и от волнения опустилась на стул. — Какое несчастье! Неужели эти медики не могли его спасти? Два дня тому назад уверялись, что он вне опасности и вдруг умер. Завтра же велю отслужить по нем панихиду, и Вера Алексеевна по-настоящему всхлипнула. После Василь Васильевича осталось значительное имущество. Различные документы, имеющие, быть может, государственную важность, все это надо привести в ясность. Необходимо принять сразу же экстренные меры. Я набросал тут проект приказа и хотел просить его о превосходительстве подписи. Анатолий уже спит. Завтра с утра я передам ему. — Никак не могу примириться с мыслью, что бедного Васильевича уже нет на свете! — печально вздохнула Вера Алексеевна. — Когда же всем этим ужасом придет конец? Когда это найдет нужным и возможным Анатолий Михайлович? Разве дело только в нем? А Фок, Смирнов, Белый, Кондратенко, Адмиралы? Генерал Фок давно уже обдумывает этот вопрос. Вот с Кондратенко договориться труднее. Остальных не стоит и принимать в счет, в случае чего их можно и обезвредить. Роман Исидорович еще месяц тому назад поднимал вопрос о сдаче, но Анатолий отклонил его предложение. Проговорилась генеральша. — Только вы не выдавайте меня мужу, Виктор Александрович, это секрет. Тем не менее Кондратенко проявляет самую кипучую деятельность по обороне Артура. И, кроме того, очень популярен среди солдат и младших офицеров. Ну, тех-то никто спрашивать не станет, что делать. Прикажут, они сдадутся. А если нет? Вера Алексеевна с удивлением и страхом посмотрела на своего собеседника. — Быть этого не может. — Полушепотом проговорила она. — Я вполне уверен, что первым откажется повиноваться приказу о сдаче все тот же Кондратенко, и гарнизон его поддержит. Недавно я, шутя, спросил его, что он будет делать при известии о сдаче Артура. Он совершенно серьезно ответил, что арестует начальника, отдавшего такое приказание, и будет продолжать сражаться до последнего человека. Анатолий об этом знает. Я не доводил до сведения его происходительства. Напрасно. Я сама расскажу ему обо всем. Спокойной ночи. И генеральша удалился. В чем дело? Сонно справился с Тессель в жены. Вера Алексеевна передала свой разговор с Рейсом. К известию о смерти Сахарова генерал отнесся совершенно спокойно, но награждать Сахарова все же не согласился. Одним жуликом в Артурии стало меньше царство ему небесное. Пробормотал он, зевая. — Как ты можешь так говорить о покойнике? О них или не говорят, или говорят хорошо. В могиле все безукоризненно честны, верунчик. Рейс — хитрая лиса. Себе на уме, вроде твоего Кондратенко, два сапога пара. Крестов же за мошенничество пока не дают. Виктор Александрович всецело предан тебе и твоим интересам. Да. Потому что сидеть в штабе гораздо спокойнее, чем командовать полком на позиции. Больше шансов уцелеть. — Когда ты думаешь кончить воевать, Анатоль? — спросил генеральша. — Это вопрос сложный. Если Артур пойдет раньше времени, я за все буду отвечать. Выгонят меня со службы. У нас кое-что есть в шанхайском банке. На три-четыре тысячи долго не проживешь. А золото, которое хранилось в Артуре? О нем, конечно, знают японцы и все отберут при капитуляции. Можно попробовать с ними договориться. Снявшие голову, по волосам не плачут. Сдавшие крепость, об условиях капитуляции не говорят. Тогда нужно начать переговоры заранее. А с дачи даже приподнялся на кровати генерал. Но если Артуру суждено пасть, то надо хотя бы себя обеспечить в материальном отношении. Служишь ты почти сорок лет, а в сущности гол, как сокол, нищ, как церковная крыса. — Это-то, конечно, верно. Но твои планы очень опасны. Уже неуверенно проговорил Стессель. С точки зрения гуманности тоже не следует затягивать оборону, так как это поведет к лишним, напрасным жертвам. Ты подумай, сколько жен, матерей и детей будут за тебя молиться Богу, если ты сохранишь их мужей, сыновей и отцов. Этот вопрос надо как следует обдумать. А за Кондратенко установить негласное наблюдение не ведет ли он интриг против меня? Но кому это поручить? Конечно, Фоку. Он ведь из жандармов и хорошо знает, как это следует организовать. Завтра же с ним об этом переговорю. А заодно и о сроках обороны вставила Вера Алексеевна. В тот же вечер, когда Гантимуров возвращался домой после безуспешной попытки повидать Стесселя и пожаловаться на Фока, он был убит случайной пулей, залетевшей в город. Поторопливайтесь, Сергей Владимирович, — будил Рашевский заспавшегося Звонарева. К десяти часам на форт номер два должен прибыть генерал Смирнов. Он лично хочет взорвать заложенный нами в левой галерее камуфлет. Обжигаясь горячим чаем, глотая целиком куски холодной конины, прапорщик одновременно одевался. Через несколько минут он уже шагал рядом с подполковником по военной дороге. Стоял ясный, солнечный день. Японцы усиленно обстреливали все форты и тылы крепости. Русские батареи молчали. После ночного дождя было свежо. Еще не высохшие лужи блестели под лучами солнца. Рашевский громко хохотал, слушая рассказ о ранении из Тесселя и о награждении Звонарева. Смех-то наш сквозь слезы. Больно все это грустно и гнусно. Служить бы каждый из нас рад, но прислуживаться тошно, — заметил Рашевский, выслушав рассказ. Зато меньшинство, которое вьется около начальства, процветает, осыпаемое наградами. Вот и на форту втором. — Решили мы подорвать японскую минную галерею. Рассчитал я заряд. Получилось около трех пудов пороха, а у Григоренко вышло в два с лишним раза больше. Мы заспорили. Подошел Смирнов и давай тоже считать. Досчитался чуть ли не до десяти пудов. Если взорвать такой камуфлет, то может обнажиться тыльная стенка капанира. Сколько, я не возражал, не слушают. А Григоренко не смеет перечить начальству. Вот и заложили девять с половиной пудов. Сделали забивку. Теперь сам Смирнов прибудет для того, чтобы замкнуть ток мины и получить крест за вашу работу. Вернее, наградить деревянными крестами добрый десяток наших солдат. Если так все выйдет, как я предполагаю. Быть может, сообщить об этом Стесселю. Он остановил бы своей властью это дело. — Что вы, что вы? — замахал руками Рашевский. Если только сунуться сейчас к нему, жена раскричится. Нет, надо идти на форт и там по возможности обезвредить генеральскую затею. На форту они застали нового коменданта, молодого поручика Фролова. Он проявлял кипучую деятельность. Противоштурмовые пушки в полной боевой готовности находились на брустверах. Рядом с ними сидели на земле номера. На тыловом капонире поставили пулеметы и старые пылевые пушки. Капонир вооружили малокалиберными скорострельными морскими орудиями. Гарнизон был разбит на три части. Одна часть гарнизона спала в нижней казарме, другая дежурила в верхней, а третья краулила снаружи. Даже на укрытом ходу над контр-эскарбной галереей усилился краул. Молодой артиллерийский поручик носился по форту, примеряя, где бы еще можно было установить орудие или миномет. Солдаты сразу повеселели и имели бодрый вид. Около минной галереи Рашевский и Звонарев нашли прапорщика Берга. — Выдержат забивка? — спросил его Рашевский. — Думаю, что выдержат. Но боюсь, чтобы свод или стены каземата. — Не дали трещин при взрыве камуфлета, — ответил минер. — Тогда Микадо должен будет наградить Смирнова большим орденом за его помощь японским саперам. — Ну, во всяком случае, отсюда из контр-эскарбной галереи надо будет вывезти всех людей, а также убрать часовых с укрытого хода и брустверов, — распорядился Рашевский. Генерал Смирнов торопливо доложил один из стрелков. В сопровождении Фролова быстро шел своей прыгающей петушиной походкой комендант крепости. — Здравствуйте, друзья мои! — на ходу приветствовал солдат. — Ишь ты, друг-то какой у меня нашелся с красными отворотами! — прошептал кто-то сзади Звонарева. Прапорщик обернулся и увидел Блохина. Солдат похудел, почернел, оброс щетины. Его глубоко посаженные в орбитах глаза горели беспокойным огнем и все время находились в движении. — Здорово, Блохин! — дружески улыбнулся ему Звонарев. — Здравия желаю! Думал, не захотите признать меня. А где наш-то? — с кроговоркой в полголоса проговорил солдат. — Работают около третьего форта по устройству электростанции. А ты как выживаешь? — Скучно без своих! — вздохнул солдат. — День за неделю, кажется. Хошаб-поручик набил мне морду, да и вернул на батарею. — Что там за приватные разговоры в моем присутствии? — вдруг обернулся Смирнов. — Можете найти другое время и место для своих собеседований, господин прапорщик. — Это что за бандитская рожа? Как стоишь? В какой части? Фамилия? — Бомбардир, лабораторист Блохин. Титуловать надо, дурак. Зачем здесь? — На неделю без горячей пищи! — брызгался слюной генерал, злобно глядя на солдата. — Хорош, друг, нечего сказать! — пробурчал Блохин себе под носом. — Не угодно ли вашему превосходительству послушать, как работают японцы? — поспешил отвлечь внимание генерал Рашевский. Смирнов макнул рукой, чтобы все замолчали, и припал ухом к бетону. Прошла минута напряженного молчания. — Да-да, но они, по-моему, еще очень далеко от капанира, не ближе тридцати сажений. — Я считаю, что не больше десяти и двенадцати, — возразил Рашевский. — Вы считаете? — презрительно бросил комендант. — Я окончил две академии — артиллерийскую и генерального штаба, и надо думать, кое-что в минном деле понимаю. — Я же учился всего лишь в одной, в инженерной академии. — Вечно вы, полковник Рашевский, вступайте в неуместные споры! — оборвал генерал и вышел из капанира. — Видели? — кивнул ему вслед головой Рашевский. — Изволь иметь дело с таким упрямым ослом. Электрические провода от мины были выведены на внутренний дворик форта, в один из блиндажей переднего бруствера. Смирнов, все еще раздраженный, брюзжал всю дорогу. На дворике он громко, во весь голос поздоровался с солдатами. Те ответили сдержанно и тихо, не желая привлекать внимание японцев, до которых было не более пятидесяти шагов. — Отвечать как следует, а не бормотать себе под нос. — Здорово, друзья! — крикнул генерал. Солдаты ответили на этот раз громко и дружно, и через минуту около бруствера разорвались две бомбочки, брошенные японцами. — Ой, братцы, ой, рука! — застонал стрелок, у которого по локоть оторвало руку. Соседи бросились к нему на помощь, генерал же поспешил юркнуть в блиндаж. Не успели солдаты отойти от брустверов, как Смирнов включил ток. Над местом взрыва поднялся столб дыма и пыли, полетели вверх доски, камни и какие-то бесформенные предметы. Сильно осела земля. В первый момент у японцев воцарилось полное затишье, которое через минуту сменилось неистовой ружейной трескотнёй и градом ручных гранат. Пули и осколки засвистели во всех направлениях ранее калече не успевших крыться. Смирнов предпочел отсиживаться в блиндаже, пока не уляжется этот ураган смерти. Фролов, выскочивший наружу, чтобы успокоить метавшихся по дворику солдат, тоже получил ранение в кисть руки. — Всего этого можно было избежать, если б ваше превосходительство не так торопились, — проговорил Рашевский, глядя на происходившее в форту смятение. — Потрудитесь не учить, что и как мне делать, — обозлился Смирнов. — Вы боялись, что развалится капонир, а он стоит с лёханик. Я предвидел и учел все возможное и невозможное, когда рассчитывал взрывной заряд. У меня было сделано свыше десяти вариантов для разных случаев. Как только стало тише, Смирнов торопливо скрылся в тыловую казарму. Здесь прапорщик Берг доложил ему, что капонир остался совершенно цел, и, забив какому флета, хорошо выдержала удар взрывной волны. — Вот, видите, — торжествовал генерал, обращаясь к Рашевскому, — а вы еще со мной спорили. В это время с Куропаткинского люнета прибежал с запиской запахавшийся стрелок. Комендант люнета сообщал, что камуфлетом была обнажена тыловая стена капонира, и японцы, видимо, подготовляли ее взрыв снаружи. — Немедленно обстрелять и забросать бомбочками, — распорядился Смирнов. — Обстрелять нельзя, так как это место в мертвом пространстве, а бомбочками можно повредить стену, — нахмурился Рашевский. — Ваше скородие! Японец долбит самую крышу капонира! — прибежал с докладом Блохин. Рашевский опрометью бросился к Патерне. За ним устремились все, кроме Смирнова, что-то сердито кричавшего им вдогонку. Оправдались наихудшие опасения Рашевского. Японцы подобрались к крыше капонира и, положив на нее заряд динамита, произвели один за другим несколько взрывов. После первого в своде появились трещины, после второго в нем образовалось небольшое отверстие, а после третьего свод рухнул, и японцы ринулись внутрь капонира. Все это произошло настолько быстро, что стрелки едва успели заградить мешками с землей выход из капонира в контрескарпную галерею. Японцы втащили в капонир пулемет и открыли из него огонь вдоль галереи. Положение русских стало сразу критическим. Спасая положение, Фролов бросился вперед и бомбочкой уничтожил пулемет. Оправившиеся стрелки кинулись за ним. У входов тесный, темный, полуразрушенный капонир начался рукопашный бой. Несколько японских солдат подобрались по рву к пушечным амбразурам и через них забросали внутренность капонира бомбочками большой разрушительной силы, при этом взорвалась целая груда пушечных патронов, оставшихся при орудиях. Часть капонира рухнула, контрескарпная галерея наполнилась едким дымом и пылью, среди солдат началась паника. Раненый Фролов, стараясь перекричать грохот, сзывал к себе стрелков и попытался с несколькими смельчаками еще раз броситься в шельки. Звонарев потерял в тенате Рашевского и, схватив первую попавшуюся под руку винтовку, выпускал патрон за патроном в сторону японцев. — Поберегите, Сергей Владимирович, я их сейчас угощу! — хрипел у него надухом Блохин и, размахнувшись, кинул сразу целый десяток бомбочек. Страшный взрыв оглушил припавшего ничком к земле прапорщика. Сверху посыпались осколки бетона, земля и окровавленные куски человеческих тел. Блохин вскочил на ноги и, громко закричав, с их штыком наперевес бросился в сторону японцев. Прапорщик последовал за ним. Вдвоем они вскочили в полуразрушенный капонир, где в живых застали двух оглушенных японцев, которых Блохин тут же и приколол. За ним вбежали стрелки и наскоро стали сооружать траверс, и земляных мешков японцев не было видно. Звонарев начал осматриваться. Половина капонира около левой минной галереи была разрушена сверху донизу и представляла собой груду бетонных осколков. Часть капонира около правой минной галереи уцелела, и йоты и начали торопливо укреплять земляными мешками. Вскоре японцы опять попытались прорваться в ров через разрушенный капонир, но были отброшены кортечью с брустверов форта и вернулись в свои окопы. Настало временное затишье. Рашевский, дважды оцарапанный бетонными осколками, перевязанный носовым платком, расхаживал около остатков капонира. Надо сейчас же вокруг разрушенного пространства в Гласисе устроить бруствер из мешков с землей и гнезда для пулеметов, иначе ночью японцы прорвутся через ров прямо на форт. — предупреждал он. Гласис — насыпь наружного рва для наилучшего обстрела впереди лежащей местности и маскировки укреплений. Стрелки быстро и сноровисто стали укладывать мешки по его указанию. А Смирнов где? — вспомнил Звонарев. Как только запахло жареным, дал стрякача. Забыл и про свой генеральский чин, когда бежал через горжевой мост. — ответил подполковник. День промелькнул очень быстро, и совсем неожиданно наступил вечер. Стало быстро темнеть. Начавшийся обстрел форта заставил стрелков спрятаться в контр-эскарпную галерею и казармы. Тяжелые, сотрясавшие до основания весь форт взрывы, указывали, что идет бомбардировка из одиннадцатидюймовых орудий. Звонарев, Рашевский, Фролов и артиллерист Корсков сидели в казарме, когда на форт неожиданно прибыл Кондратенко в сопровождении своего неизменного начальника штаба Науменко. Невзирая на обстрел, они сразу же отправились осматривать повреждения Капанира. — Зачем вы, Сергей Александрович, впутали в минные дела Смирнова? Он ведь ни уха, ни рыло в нем не понимает, — упрекал генерал Рашевского. — Сам впутался, будь он неладен. Кинься японцы сразу после взрыва на штурм, была бы нам крышка, не отбились бы от них. Эта опасность, по-моему, еще не миновала. Я распорядился передвинуть сюда две роты резервы и направил вам еще два пулемета с китайской гладкостенной картечницей. — Она от нам на что, — удивил Скорсков, — она у нас будет на ролях стражевой пушки. Поставить ее на место прорыва и в случае штурма ударить картечью. Проходя по казармам, Кондратенко, как и Смирнов, здоровался с солдатами, но обращал внимание исключительно на их вид, а не на выправку. — Когда ели, давно ли были на отдыхе, нет ли цинготных? — спрашивал он у стрелков. — Глядя со стороны на этого невысокого, невзрачного на вид генерала, с глуховатым голосом и живыми умными глазами, Звонарев мысленно представил себе его в серой солдатской шинили. Едва ли бы он выделился чем-либо из толпы десятков и сотен других стрелков, разве что своей сметкой, — подумал прапорщик, — так мало было в Кондратенко специфически барского офицерского. Солдаты, видимо, чувствовали то же самое и свободно разговаривали с генералом, путая официальное титулование с простым обращением к нему по имени и отчеству, которые твердо знали все стрелки. — Кондратенко даже не замечал этого нарушения уставной формы. — Если японцы прорвутся в ров, стремитесь отрезать им путь отступления, атакуя их из контр-эскарбной галереи. Капонир надо отстаивать до последней возможности, — предупреждал солдат, обступивших его стрелков. — Нам бы втащить в галерею скорострельную пушку, — проговорил Блохин. — Дельное предложение. — Ты кто такой? — спросил генерал. — Блохин назвался. — Он сегодня отличился. — Выбил японцев из уцелевшей части Капонира, — доложил Фролов. — Представьте его к кресту. — Бог с ним, с крестом. Все равно все под деревянными лежать будем. Мне бы... — замялся солдат. — Ну, говори, чего хочешь. В город, что ли, сходить нужно? — Никак, нет. — Водочки бы выпить, — смущенно улыбаясь попросил солдат. Стрелки дружно захокотали. — Выдайте ему от моего имени чарку, поручик, — обратился к Фролову генерал. — Покорнейше благодарю. Ваше превосходительство! — гаркнул в ответ Блохин. — Зайдешь потом, — приказал Фролов. Обойдя весь форт, побывав даже в укрытом пути над контр-эскарбной галереей, Кондратенко ушел с Рашевским и прапорщиком. — Откровенно скажу, очень опасаюсь, что при первом же серьезном штурме форт будет взят. — А это затруднит и осложнит оборону китайской стенки, — задумчиво говорил Кондратенко. — В штабе Звонарева уже поджидала Варя. — Идемте обедать вон в тот блиндаж. Там помещается кухня, а то в штабе неудобно. Скорее бы вы возвращались на залитерную, и я буду спокойнее за вас, и люди там все знакомые. Харитина с мужем сегодня отправились уже на позицию. — С каким мужем? — Да Ярцевым. Вчера их повенчал госпитальный батюшка. Это медведь им приказал жениться. — То есть как? — Фу, какой вы непонятливый. Из-за Харитины Блохин поранил Ярцева. Медведь за это прогнал его с батареей. Харитине тоже запретил там появляться, чтобы все солдаты не передрались между собой. С мужем, говорит, пущу, а одну нет. Ну вот они и переженились. — Что значит переженились? Кто на ком? — Харитина на Ярцеве или он на ней? Замолчите, или я сейчас же уйду. Как же я один-то обедать буду? — А, я и забыл, и что вы по молодости лет не умеете сам. Вас еще нужно с ложечки кормить. За обедом Звонарев выслушал подробный рассказ обо всех артурских новостях, о самочувствии Стеселя, об увлечении Григоровича лолочкой, о произведенных за день в свободном госпитале, операциях. И причем выходило так, что во всех них Варя была едва ли не самым главным действующим лицом. Они, конечно, все уже умерли. Кто? Да раненые, оперированные вашей милостью. Останетесь за дерзость без сладкого. И Варя мигом проглотил икрем. Молчу, а то и второе блюдо так же быстро исчезнет. Вот вам, вот вам, чтоб не дразнили меня. И Варя слегка подергала прапорочка за ухо. Тот в ответ свирепо зарычал, и оба весело захохотали. Звонарев проводил девушку до городских ворот. Вернувшись в штаб, он получил от Рашевского задание на следующий день побывать на укреплении номер три. Укрепление номер три являлось крайним западным фортом Восточного фронта обороны крепости. Хотя оно носило название временного, но, как и многое другое в Артуре, это не соответствовало действительности. По своему устройству это было настоящее, долговременное укрепление, как и форты номер два и номер три, только несколько меньшего размера. Оно защищало подступы к форту номер три из долины реки Лунхэ. Китайская стенка, отходившая от западно-тылового угла форта номер три, тянулась до самой горжи укрепления. В плане она представляла собой треугольник с закругленной вершиной. Передний вал его шел дугой, концы которой опирались на боковые брустверы. В толовой части имелась бетонная казарма для гарнизона, от нее шла к бетонному капаниру, расположенному в переднем рву, и изогнутая паттерна. Впереди укрепление имелась линия стрелковых окопов. В непосредственной близости, от которых была передовая траншея японцев, здесь ни днем, ни ночью не прекращалась борьба. То японцы врывались в русские окопы, то русские, выбив японцев, захватывали части их траншей. Оружейная перестрелка, трескотня пулеметов и взрывы бомбочек не замолкали ни на минуту. Настойчивости сынов восходящего солнца противостояло упорство сибиряков. Сюда ты направился на следующий день звонарев для ознакомления с положением дел на этом участке обороны. Стоял слегка туманный, пасмурный день. Лениво погромыхивала пушка. Да японские батареи с присущей им методичностью неустанно посылали снаряд за снарядом по городу и стоявшие на внутреннем рейде артурской эскадре. Постепенно, незначительная с утра орудийная перестрелка превратилась в сплошную канонаду. Сотни тяжелых снарядов обрушились на форту номер два и номер три и на укрепление. Являлось ли это подготовкой к общему штурму крепости, или только предварительной пробы сил определить было невозможно. Едва прапорщик вышел из ущелья, где помещался штаб, как попал под сильный обстрел и поспешил укрыться за скалой. Пробегая таким образом от укрытия к укрытию, он добрался до вершины скалистого хребта, расположенного в версте с небольшим за линией фортов. Обрывистый, лишенный всякой растительности кряж, доминировал над первой и второй линиями обороны, фортами и китайской стенкой. Припав за камнем, Звонарев в бинокль начал разглядывать развернувшуюся перед ним панораму. Внизу и несколько вправо лежал форт номер три. Он был весь окутан черными столбами дыма и пыли от беспрерывно падающих на него бомб. Над ним в воздухе то и дело появлялись белые комочки шрапнельных разрывов. Крупный снаряд ударил в самый центр казармы, и в следующее мгновение изо всех окон выбросило густые облака дыма. Звонарев невольно вздрогнул. На мгновение он представил себе десятки искромственных, разорванных на куски, искалеченных солдатских тел в перемешку с осколками бетона и дерева, стоны, крики, хрипения умирающих и воздух, насыщенный едким запахом шимозы. Едва ли кто уцелел из находящихся в этот момент в казарме, с ужасом подумал он и перевел взгляд на укрепление номер три. Так же окутанное густой пеленой дыма и пыли, оно едва различалось на сером фоне окружающей местности. Посредине, между фортом номер три и укреплением четко виднелась глубокая лощина. В этом месте, несколько сзади, расположилась маленькая батарейка из двух полевых орудий, долженствовавшая, очевидно, защищать подступы к этой ложбине. За рекой Лунхэ темнели массивы волчьих гор. Прояснилось. Еще теплое солнышко приятно согревало спину своими лучами. При виде сильного обстрела укрепления номер три Звонаревым овладел раздумье, идти туда или нет. При такой бомбардировке я, конечно, ничем не смогу помочь укреплению. Там сейчас не до минных галерей, оправдывался он перед собой. Наконец он принял компромиссное решение подождать некоторое время, не уменьшится ли обстрел, и после этого идти на укрепление. Успокоившись на этом, он стал наблюдать за тем, что делается правее. Далеко, чуть выступая из-за ближних сопок, виднелась батарея литеры «Б». На ней тоже взлетали черные султаны дыма, но гораздо реже, чем на соседних фортах. Крепостные батареи на японский огонь отвечали вяло, посылая свои снаряды далеко в тыл. Сзади, со стороны города, доносил сорокочущий гул орудий броненосцев, помогавших крепости своим огнем. «Неожиданно», — заговорила, — расположенный за скалистым хребтом батарея сорока двухлинейных пушек. «Один преждевременный разрыв, и от меня останется только мокрое место», — сообразил прапорщик и медленно побрел к укреплению. Прошло около часа, пока бомбардировка несколько стихла. Воспользовавшись этим, Звонарев быстро прошел оставшиеся расстояния и, перебравшись подружейным огнем через горжевой мост, вбежал в ворота казармы. После яркого, солнечного света и чистого воздуха он сразу попал в полутемное помещение. В казарме было душно и смрадно. С полсотни солдат сидело на нарах, держа винтовки между колен, готовые по первому приказанию и кинуться в нужную сторону. «Где комендант?» — спросил прапорщик у первого попавшегося солдата. «Их высот благородие в Патерне». Звонарев вышел из каземата и несколько раз глубоко вдохнул свежий воздух. Затем он направился к черневшему впереди входу в Патерну, которая освещалась несколькими фонарями. Пройдя почти половину Патерны, прапорщик оказался у выхода из нее во внутренний дворик. Здесь на перекрестке стоял небольшой стол, за которым пили чай все наличные офицеры укрепления. Капитан Шметтила, артиллерист-поручик Исаулов, Дебагорий Макриевич и стрелковый прапорщик. Веселые, бодрые лица, шутливый разговор. Все это показывало, что бомбардировка не смутила дух защитников. «Знаменитому артиллеристу, инженеру, наше глубочайшее уважение!» — приветствовал Звонарева капитан. «Вот ж никак не ожидал, что после сегодняшней бани кто-либо рискнет днем пожаловать к нам в гости. Садитесь к столу, эй, денщик, стул!» Прапорщик пожал всем руки и занял указанное ему место. Его тотчас же забросали вопросами о причинах появления на форту, о штабных новостях, последних артурских слухах. Одним словом говорили о чем угодно, кроме бомбардировки и сопряженной с ней смертельной опасностью. Прапорщик удовлетворял их любопытству. «Я чуть ли не час пережидал окончания обстрела вашего укрепления», — признался он. «И правильно сделали. Зачем зря рисковать? Я всех, кого можно, упрятал в казармы, оставив только часовых. Сам же засел здесь, так отсюда легко добраться до любого места форта», — проговорил капитан. «Что нового на залитерной? Как поживает Харитина?» Она счастлива и довольна. Вышла замуж за нашего солдата. «Солдатом, значит, я все-таки потянула, а бабочка она ничего стоящая», — покрутил усы капитан. После чаю с красным вином шметила, повел прапорщиков капонир. Патерна полого спускалась в ров, но не проходила под ним, а рассекала его на две части. В этом месте она несколько расширялась, в стенах имелись бойницы для мелких орудий, из которых можно было обстреливать передний ров продольным огнем. Патерна подходила как раз к середине капонира. Вправо и влево от нее шло по пяти казематов с установленными в них на тумбах капонирными пушками и снятыми с японских брандеров пятиствольными метрольезами, что давало возможность прекрасно обстреливать боковые рвы. — В левом углу капониры слышна работа японских минеров, — сказал шметила. Звонарев стал прислушиваться и вскоре уловил довольно сильные удары киркой или мотыгой. — Будете вести контрминную галерею? — спросил прапорщик. — Мокриевич с саперами собирается? — Да, между нами, говоря, редкостные шляпы и размазня. — К тому же и трусоват. — Пока он раскачается, японцы заберутся в самый ров. Оставайте у нас вместо него. Саперов я задержу, дам своих людей, и мы с вами покажем японцам куськину мать. Звонарев не ожидал такого оборота дела и заколебался. — Я командирован на время, меня ждет с докладом Рашевский. — Черт с ним, с Рашевским. Мокриевич ему все расскажет. И от себя еще наврет три короба. По рукам! — хлопнул шметила, звонарева по плечу. Через полчаса солдаты по указаниям прапорщика уже долбили стенку кирками и мотыгами. Хозяйственный шметила откуда-то достал переносный горн. И молот для оправки затупившихся кирок и мотыг, доски для рам, мешки, и работа закипела. Незаметно подошла ночь. Опять возобновился обстрел укрепления. Снаряды с воем рвались то во рву, то на крыше капанира. В избежание ранения и осколками бойцы заложили бойницы мешками. Кряхтяш метил и поднялся из-за стола. — Пойдем, Сергей Владимирович, посмотрим, что делается на дворе, — предложил он. — Надо фендрик-то отпустить. Он сейчас караулит около штурмовых пушек. Там же, верно, и Саулов. Хлопец хоть куда, разбитной и бравый. То и дело, приходится его за хвост в каземат тащить, чтобы зря собой не рисковал. Небо было покрыто легкими облаками, сквозь которые просвечивали звезды. Дул довольно резкий холодный ветер. На фронте было тихо, только из ближних японских окопов временами доносился заливистый лай маленьких сторожевых собачек, которые постоянно жили в траншеях. Лучи японских прожекторов медленно скользили вдоль фронта. Из темноты неожиданно выступали то брустверы окопов, то группы изуродованных снарядами деревьев, то полоса проволочных заграждений. Японцы методично обследовали всю линию русских. Дойдя до укрепления, луч остановился, как бы вглядываясь в происходящее на нем. Шметило приказал стрелкам не попадать под лучи, чтобы японцы не заметили движение и не начали обстрел. Несмотря на то, что до прожектора не было и версты, свет его был слаб. У переднего бруствера зашевелилась прислуга около противоштурмового орудия. — Михаил Филиппович, что вы собираетесь делать? — окликнул Шметило. — Пальнуть раз-другой по прожектору, чтобы он так не нахальничал, — отозвался из темноты Исаулов. — Воздержитесь пока, — остановил его капитан. — Сейчас уносят раненых. Подвезли горячую пищу и воду. В горже полно людей. Теперь не время дразнить японцев. Поручик что-то сердито заворчал, но все же прислуга отошла от орудий. Сзади, со стороны скалистого хребта, вспыхнул резкий луч русского прожектора. За исключением прожекторов, все у японцев лучше. И бинокли, и одежда, и шансовый инструмент. — Разве мы не могли бы иметь такого же инструмента? — с досадой проговорил Шметило. — Единственное, в чем мы не уступаем, если превосходим их, — это в храбрости. В мирное время мы занимались только шагистикой да парадами, смешно сказать. А я уже во время войны обучил грамоте десяток другой солдат, и охотно они учатся. А загляните в свободную минуту в казарму. Обязательно найдете несколько человек за чтением или письмом, и идут на позицию. И вместо лишней смены портянок суют в мешок букварь, а наши дурачки генералы все еще твердят, что от грамоты только вред в армии. — Сами в грамоте не сильны. Возьмите приказы Стесселя, у него безграмотность возведена в стиль, что не приказ, то литературный перл, — заметил прапорщик. — Если у нас не будет большого численного превосходства над японцами, то набьют макаки кое-каком по первое число, — вздохнул капитан и пошел на другую сторону форта. Луч японского прожектора скользнул дальше, и все опять погрузилось во тьму. Правее вспыхнул яркий огонь орудийного выстрела и донесся глухой раскат. — Заредутная батарея, — определил Шметила. — Молодцами работают. Сколько раз японцы пытались ее сбить, да все неудачно. Вот что значит хорошо применить орудие к местности. Офицеры прошли в казарму и застали там генеральную приборку. Вынесли раненых, и дежурные с дневальными усердно мели, скребли и чистили полы, прибирали на нарах. В Патерне при свечах солдаты ужинали. Ту же рядом возвышались пирамиды бомбочек в перемешку с патронами и снарядами. Звонарев справился у Шметила, где находится пороховой погреб. Да при постройке инженеры про него забыли. А когда аспахватились, было уже поздно. Так и складываем бомбочки, где придется, — ответил Шметила. — Но ведь это опасно. Может произойти взрыв от случайных попаданий и осколков, или даже просто от толчков. — Да, на этом укреплении больше погибло солдат от взрывов своих же бомбочек, чем от японских снарядов. — А бетон какой в Капанире? Глины больше, чем цемента. — Я бы этих мерзавцев, Лильея и Бармина, за такую постройку повесил бы без суда, — разволновался Шметила. Звонарев вышел с капитаном на внутренний дворик. Справа беспрерывно вспыхивали зорницы выстрелов, и доносился гул конанады. Снаряды с воем неслись в сторону Артура. Близко мигали огоньки ружейных выстрелов, и пули с легким свистом летели над головой. Расположенные вдоль бруствера шметиловские пулеметы, составленные из десятка соединенных вместе ружей, и изредка отвечали залпом. Красиво извиваясь, к небу взлетали ракеты и рассыпались целой гирляндой ярких звездочек. При свете ракеты с темноты на несколько мгновений выступали сопки, темные линии брустверов японских траншей, группы деревьев и черные точки двигающихся людей, а затем все опять исчезало во мгле. У бруствера, не спуская глаз, врага стояли часовые, готовые ежеминутно поднять тревогу. Шметила со Звонаревым прошли вдоль всего внутреннего дворика. Около каждого солдата капитан останавливался и обменивался с ним несколькими словами. «Золотой народ, мои сибиряки! Сколько времени уже я с ними живу! И все же не успел еще их вполне оценить. Молчаливы, грубоваты с виду, но смекалисты и очень инициативны. Все время придумывают разные новые калеры за японцем. Вчера выпустили на веревке одну из захваченных японских собачонок с трещоткой. Что тут поднялось? По уму непостижимо! Сначала страшная оружейная стрельба. За ней артиллерийская. Полетели градом бомбочки, собачонку давно уж спрятали, а те все продолжают бить из орудий. Офицеры вернулись в Паттерну. Солдаты кончали ужинать. Вставая из-за стола, они истово крестились. Глядых! А кликнул шметила рослого старшего унтер-офицера. «Какую пакость на сегодня придумали японцу!» «Думаем, змея запустить с гранатами!» Улыбнулся солдат, отдавая честь капитану. Но только после приборки казармы, отъезда кухни и водовоза, чтобы не было напрасных потерь. «Не извольте беспокоиться, Игнатий Брониславович, все будет в аккурате!» Человек десять стрелков возились с большими бумажными змеями, привязывая к хвостам их небольшие бомбочки с короткими запальными шнурами. Когда все было готово, солдаты вышли в ров. В сторону японцев дул сильный ветер. Один за другим поджигались шнуры и бомбочек, и змеи взлетали вверх. В темноте едва были заметны светящиеся точки горящих шнуров. Сверху с брустверов наводили их куда надо, голосом командуя травить лищу веревку или держать ее неподвижно, если змея оказывался в нужном месте. В небе на мгновение вспыхивал огонек, и бомбочка летела вниз, падая в расположение японцев, а змей, козырнув, стремительно взмывал вверх. Стрелки быстро подтягивали его за веревку и снова заряжали этих своеобразных бомбардировщиков. Японцы в полной растерянности. Палили в воздух, безуспешно стремя сбить невидимого врага, и в отместку стали забрасывать ров ручными гранатами. Стрелки с веселым смехом поспешили укрыться в казармах. «Сейчас пустим еще гадючку», — предупредил гнедых Звонарева. Японцы несколько успокоились. Два стрелка выползли на бруствер с небольшими ракетами в руках. К ракетам был прикреплен белый бенгальский огонь. При взлете ракеты он загорался и освещал местность. Ракета пускалась низко над землей, ползла «гадюкой», как говорили стрелки, и, пролетев около 40-50 шагов, падала. С бруствера укрепления следили за гадючками и тотчас же обстреливали залпами шметиловских пулеметов, обнаруженные цели. Не успела потухнуть последняя ракета. Как обозленные японцы перевели луч прожектора на укрепление и обстреляли его сосредоточенным огнем нескольких батарей. Стрелки, за исключением часовых, у пулеметов и наводчиков, у противоштурмовых пушек спрятались в центральной паттерне. «Здорово мы сегодня раздразнили японцев!» Совсем по-детски смеялся шметила, стоя у входа в паттерну. «Будут теперь с полчаса молотить по нас, пока сердце отойдет!» «Чего доброго щкиньцу в атаку!» — заметил стрелковый прапорщик, стоявший несколько поодаль. «Мои артиллеристы не прозевают, пошпарят в упор к артечью!» — усмехнулся Исаулов. «Звонарев отошел вглубь паттерны. Снаряды то и дело рвались около входа, и осколки залетали в самый проход. Здесь же были сложены пирамидками ручные бомбочки и пороховые заряды противоштурмовых орудий. Случайное и удачное попадание осколка, и все это взлетело бы на воздух. Но ни Шметила, ни два других офицера не обращали ни малейшего внимания на эту опасность». Капитан сел к столу и крикнул, чтобы ему подали горячего чаю, и мне тоже попросил Исаулов. «А вам, Сергей Владимирович!» — обернулся к прапорщику Шметила. При тусклом свете керосиновой лампочки его заросшее щетинное лицо приветливо и добродушно улыбалось, как будто вокруг не летали осколки, грозя ему ежеминутной смертью. Вдруг ослепительный яркий огненный столб вырос совсем рядом. Звонарева оглушила и так сильно обо что-то ударила, что он потерял сознание. Он не мог определить, прошло ли пять минут или два часа, когда сознание медленно стало возвращаться к нему. В ушах звенело, все тело ныло, дышать было трудно, руки и ноги казались страшно тяжелыми и не повиновались ему. Мрак перед глазами постепенно рассеивался. Наконец Звонарев разобрал наклонившееся над ним бородатое лицо ротного фельдшера и почувствовал острое раздражение в носу. «Приходит в себя!» — расслышал он хрипловатый низкий голос. Звонарев чихнул, почувствовав при этом острую боль в голове, и застонал. Фельдшер убрал нашатырный спирт и влил в рот Звонарева лекарство. «Ваш бродь, принимайте команду», сказал он. А капитан, с трудом выговаривая слова, спросил прапорщик. «Их разорвало на куски вместе с артиллерийским офицером, а нашему прапорщику раздробило ногу, так что вы и остались за старшего», ответил фельдшер. «У меня сильно болит голова. Малость оконтузила вас, а так все цело, я уже осмотрел». Звонарев чуть приподнялся и увидел, что лежит полураздетым на нарах в казарме. Он попытался было встать на ноги, но голова закружилась так сильно, что он едва опять не потерял сознание. Кое-как одевшись с помощью поддерживавших его под руки стрелков, прапорщик вышел в патерну. По дороге его окликнул раненый стрелковый офицер. «Умоляю вас, отправьте меня в перевязочный пункт. Я умру здесь от потери крови», — просил он. «Ваше счастье, что вы не подошли к шметилу, когда он вас спросил. Взорвались бомбочки как раз рядом с ним. Я успел отскочить, и все же мне повредило ногу, иначе и меня разнесло бы в клочья». Обстрел постепенно стихал. Солдаты столпились возле останков своего капитана. Они были удручены гибелью любимого начальника. Прапорщик взглянул на обгорелые щепки стола, за которым сидел шметила. Уже засыпанные землей лужи крови на полу и велел убрать в патерну подальше взрывчатые вещества. Неожиданный треск шметиловских пулеметов и грохот противоштурмовых орудий заставил прапорщика выйти во двор. «Японец лезет», — сообщил стрелок. «В ружье! Первый взвод направо, второй налево, третий в капонир. Четвертому оставаться здесь, в резерве!» — приказал звонарев, и десятки голосов тотчас разнесли это распоряжение по всему укреплению. Солдаты, расхватывая на ходу винтовки, бросились по указанным местам. Артиллерийский огонь прекратился, зато градом сыпались ручные бомбочки. К счастью, большинство из них не долетало и падало в бруствер или около него. Стрелки с необычайным проворством выкидывали их обратно в ров. «Бонзай! Бонзай!» — донесло со стороны японцев. При свете русских прожекторов Звонарев увидел, как японцы, добежав до рвов, быстро прилаживали бамбуковые лестницы и по ним спускались вниз. «Усилить огонь из капониров!» — «Четвертому взводу атаковать японцев!» — приказал Звонарев. «Бей их бомбочками!» — вопил рядом артиллерист. В темноте трудно было разобрать, где находились стрелки, и еще труднее командовать ими, но солдаты действовали сами, сообразуясь с обстановкой. Унтира или просто рядовые бросали отрывистые фразы, объясняя свои предположения и намерения, а остальные их понимали с полуслова. На Звонарева стрелки почти не обращали внимания, часто не замечая его в темноте. «Отобьем японцев! Не впервой нам это!» — спокойно говорил прапорщику стрелок, поддерживая под руку все еще не вполне оправившегося Звонарева. «Вы, ваш брать, присядьте в проходе, патерны, а вам туда будут докладывать, где что деится!» — посоветовал он. Прапорщик последовал этому совету. Вскоре прибежали из Капанира сообщить, что японцы забрасывают каземата ручными гранатами и пытаются пролезть в амбразуры. Звонарев поспешил туда. При слабом свете нескольких свечей он разглядел стрелков, которые стоя у бойниц вели частую перестрелку. Помещение было полно дыма. «Ваш, броди, прикажите забросать японцев сверху бомбочками, а мы попробуем поджечь лестницы, пакли, смоченные в хиросине!» — предложил один из стрелков и, не дожидаясь одобрения офицера, побежал отдавать нужные распоряжения. В крайнем каземате через амбразуру просунули длинный шест с укрепленной на нем горящей паклей, и этим своеобразным факелом подожгли штурмовые лестницы. Сухой бамбук вспыхнул, как порох, ярко освещая ров. Заметив, что путь отступления отрезан, японцы ринулись к горжевой части укрепления, надеясь здесь найти выход, но тут их поджидал четвертый взвод, бросившийся в штыки. В тесном пространстве глубокого рва завязалась свалка. По собственной инициативе стрелки начали спрыгивать с брустверов вниз и затем с тылу напали на японцев. Звонареву оставалось лишь освещать своими факелами место боя. — Туши! — прокричал в амбразуру один из стрелков. — С японцами кончили, ни один живым не ушел. Наступило затишье. Прапорщик прошел в казарму, куда сносили раненых и убитых. Как только упало возбуждение, вызванное воем, Звонарев опять почувствовал себя настолько скверно, что принужден был лечь. — Отдохните, малость ваш бродь. Теперь японцы до утра будут сидеть тихо. Мы часовых расставим, переведем дежурный взвод в патерну, а сами тоже полегаем спать. Дружелюбно советовали прапорщику стрелки. Остаток ночи прошел спокойно. Наступило туманное утро, на фронте было тихо. Звонарев, хорошо отоспавшийся, почувствовал себя лучше. Когда он вышел из-за занавески, которая отгораживала офицерское помещение от остальной казармы, то первое, что бросилось ему в глаза, была куча различных вещей, снятых с убитых японцев. Гнедых, исполнявший обязанности фельдфебеля, внимательно пересматривал их, отбирая то, что, по его мнению, могло пригодиться в роте. Теплые зимние японские шинели с широченными поповскими рукавами и меховыми воротниками, ремни, манерки, фляги, ботинки, теплое белье. Галеты же и другие съестные припасы складывались отдельно. Солдаты, стоявшие вокруг, помогали своему фельдфебелю. — Первый взвод, подходи, — скомандовал Гнедых. — Вот вам пары шинелей, ботинки, галеты и консервы, — наделил он взводного. За первым потянулись и остальные взводы. Оставшиеся имущества Гнедых велел спрятать. Звонарев с интересом наблюдал за этой картиной. Нас за литерной такого дележа не было. Там каждый считал своей собственностью все, что ему удавалось достать. — Что вы делаете? — спросил он. — Дуван дуваним, ваш бродь, — бойко ответило несколько солдат. — Дуван дуванить. Старинные казачьи делить добычу после набега. — Покойный капитан Шметилов, царство ему небесное, хотя и был он поляцкой верой, завел такой порядок, что промеж солдат не было зависти и споров, — добавил Гнедых. — А это вам, ваш бродь. И он указал на аккуратно сложенные отдельно офицерские сумки с картами и бумагами. Тут же лежал прекрасный бинокль, компас, короткая шашка и несколько банок консервов. — Так я ж на японцев в штыки не ходил, — удивился прапорщик. — Вы, ваш бродь, хоть на ногах почти не стояли, а вместе с нами были на бруствере и в капонире. Опасность с нами делили и очень даже прекрасную команду всем нам подавали. Торжественно, запинаясь от волнения, проговорил Гнедых. Звонарев понял, что отказом обидит солдат и, поблагодарив, взял выделенное ему имущество. Вернувшись к себе, прапорщик стал разбирать захваченные планы и бумаги. Все они были исписаны иероглифами. На планах аккуратно были нанесены русские форты и батареи, передовые линии японских окопов, которые и так были хорошо известны. Ни батарей, ни тыловых учреждений японцев на картах не было. Раскупорив японским штыком банку консервов, Звонарев нашел в ней прекрасное сгущенное молоко, которое и съел с галетами. Появился Гнедых с полбутылкой плохонького коньяку, пахнувшего клопами, и пачкой дешевых сигареток. — Садись, Гаврилыч, — вспомнил отчество гнедых Звонарев. Вместе выпьем и поедим. Фельдфебель снял папаху, набожно перекрестился, достал ломать черного хлеба и неторопливо принялся за еду. Попутно он рассказал, что еще полгода назад был рядовым стрелком и за боевые отличия получил нашивки, но не загордился и солдат уважает. Весь дел не бьет и не ругает, по начальству не обвинчит. Поэтому стрелки тоже хорошо относятся к нему и зовут своим атаманом. В мирное время он бродил по тайге с артелью старателей, и там, несмотря на свою молодость, тоже был за атамана. С теплым чувством он помянул шметила, выругал раненого прапорщика, который, по его мнению, был не самостоятельный и при опасности первый спешил под укрытие. Вы бы, ваш бродь, имя и отчество вашего не знаю, остались бы насовсем у нас за командира. И покойно Игнатий Брониславович вас хвалили. На всякие, говорит, выдумки они гораздо. И вчерась вы понравились стрелкам своей храбростью. Начальство пришлет нового командира, постарше меня чином. Подкрепившись, Звонарев и Гнедых направились в Капонир. Пользуясь затишьем, солдаты продолжали спать кто где придется. В казарме на нарах, в патерне прямо на полу, вдоль стен. Минные работы шли полным ходом. Преодолевая некоторый страх, прапорщик полез в галерею. После того, как он был засыпан, у него осталась инстинктивная боязнь подземелья. Добравшись до конца, прапорщик прислушался. Все было тихо. Отдыхает японец. Умаялся за эти дни, проговорил сапер. В левой галерее была та же картина. Звонарев недоумевал, почему японцы прекратили свои минные работы. Но они сами поспешили разъяснить ему свои намерения. Едва туман стал расходиться, как начались новые атаки укрепления. Передняя цепь залегла на самом краю рва, а последующие, добежав до этого места, кидали вниз большие мешки с тряпьем и убегали назад. Стрелки закидали врага бомбочками, но это не смутило японцев. Цепь за цепью они продолжали сбрасывать тюки и скоро покрыли ими почти сплошь дно рва. Звонарев, следивший за этим из бойницы Капанира, никак не мог понять, зачем это делается. Стрелки тоже строили самые разнообразные предположения. Забросав ров, японцы отошли в свои окопы. Вызванные охотники вытащили из рва несколько мешков, наполнив их старым, никуда не годным тряпьем. Пока Звонарев со стрелками разглядывал мешки, японцы неожиданно бросились в атаку. На этот раз они не останавливались на краю рва, а с размаху прыгали с трехсаженной высоты на мягкие тюки, которые, очевидно, для этого и предназначались. В несколько минут ров был заполнен японскими солдатами, которые, приставив бамбуковые лестницы к внутренней стенке рва, стали взбираться на брустер. Укрепление сразу же оказалось в критическом положении. Не меньше двух батальонов обрушилось на одну роту Звонарева. Но стрелки не растерялись. Пользуясь безмолвием японской артиллерии, они встретили штурмующие колонны залпами в упор, а затем кинулись в штыки, сбрасывая врага в ров. Гнедых с двумя стрелками выволок на бруствер большую деревянную бочку с керосином и сбросил ее вниз. Она разбилась при падении. Керосин облил далеко вокруг мешки стрипьем, затем несколькими ручными гранатами их подожгли, и вскоре весь ров был охвачен огнем. Густые облака дыма поднялись высоко в воздух, создав защитную завесу, а безумевшие от ужаса японцы заметались во рву, расстреливаемые из пулеметов. То же было проделано и в другом боковом рву. Солдаты со стервенением забрасывали бомбочками беспомощно бегавших под нурва японцев. Беспрерывно строчили капонирные пулеметы, а четвертый взвод добивал всех, кому удавалось вырваться живым из моря огня, бушевавшего в боковых рвах. Не понимая, что произошло в укреплении, все новые и новые японские цепи подбегали ко рву, но в ужасе останавливались перед огненной преградой в упор сметаемые свалов огнем шметиловских пулеметов и противоштурмовых пушек. Крепостные батареи, видя объятые пламенем и дымом укрепления, решили, что наступают его последние минуты и обрушились на японцев сосредоточенным огнем десятков орудий. Устилая землю своими телами, японцы в панике бросились на утек. Задыхаясь от смрадного густого дыма, звонарев то руководил огнем стрелков на бруствии, то появлялся в капонире, где полуживые от дыма пулеметчики продолжали беспощадно истреблять врага, то бежал к горжевой казарме, чтобы удостовериться в безопасности тыла. Приученные шметила к самостоятельности. Стрелки работали уверенно, ни одной пули не выпуская мимо цели, ни одной бомбочки не бросая безрезультатно. Раненые не хотели до конца штурма идти на перевязку, убитых же, к счастью, было немного. Уничтожив врага, солдаты, как после трудной, но удачной работы, вытирали пот с лица и радостно улыбались. — Знатно мы исправили поминки по нашему капитану, никто живым не ушел. Дюжи жареным воняет японцем, — повел носом гнедых, шагая рядом с прапорщиком. Звонарев велел выставить часовых, а остальных людей отвел в казармы и патерны. Воспользовавшись домовой завесой, развели огонь в кухне, чего обычно днем не делали. Вскоре бак с водой закипел, и стрелки потянулись к нему с чайниками и кружками. Звонарева вызвал по телефону генерал Горбатовский и исправился о положении на укреплении. Прапорщик подробно доложил ему обо всем. — Немедленно прекратить пожар и впредь этого не допускать! — Прапорщик, считая, что Горбатовский его не расслышал, вновь стал объяснять причину возникновения огня. Мы уничтожили таким образом целый батальон японцев! — Доказывал он. — Категорически запрещаю впредь делать это! — отрезал генерал. — Что, запрещаете уничтожать японцев? — переспросил Звонарев. — Уничтожать приказываю! Разводить огонь запрещаю! — упорствовал начальник обороны Восточного фронта. — Дальнейшие разговоры считаю излишними! И его превосходительство дал отбой. — Круглый идиот! — выргулся Звонарев и повесил трубку. — Кто ведь ваш бодь? — полюбопытствовал телефонист. — Один мой знакомый! — улыбнулся прапорщик и отошел. Начался обычный методический обстрел укреплений артогнем. С ревом проносились одиннадцатидюймовые снаряды, сотрясая землю при взрыве. Пронзительно визжали из сто двадцати миллиметровки, рекшетируя после взрыва. Глухо бухали шестидюймовки. Погода совсем прояснилась, выглянуло солнце, ярко осветив все вокруг, и только многострадальное укрепление номер три все еще было окутано дымом от пожара. Но жизнь в нем била ключом. Стрелки раздобыли гармошку и под аккомпанемент взрывов лихо отплясывали в паттерне. Звонарев с улыбкой прислушивался к этому, строча в своем углу длиннейшие донесения о вчерашних и сегодняшних штурмах. Сидевший рядом гнедых называл ему фамилии, особенно отличившихся солдат, скромно умалчивая о своей персоне. Покончив с донесением, прапорщик прилег на нары, голова продолжала мучительно болеть, поташнивала, глаза слепались от усталости. Он задремал. Разбужен он был громким возгласом солдат. Здравия желаем вашему превосходительству! Не успел прапорщик подняться, как из-за занавески показался Кондратенко в сопровождении Рашевского. — Так это вы и являетесь комендантом укрепления! — воскликнул генерал. — Я все ломаю себе голову. Кто так успешно руководит его обороной? Оно со всех сторон охвачено огнем и дымом. Кажется, вот-вот его возьмут, а вместо этого японцы бегут от него во все стороны. Моя роль свелась к отдаче двух-трех приказаний. Солдаты сами отбивали штурмы, выкуривали японцев и вообще проявляли массу инициативы. — Ну, ваша скромность мне известна, Сергей Владимирович. — Одна молодая особа решительно требовала, чтобы я разрешил ей побывать здесь, — улыбнулся Кондратенко. — Я только тем ее и успокоил, что обещал доставить к ней вас лично в целости и сохранности. Звонарев хотел было улыбнуться, но у него так закружилась голова, что он едва устоял на ногах. — Что с вами, вы нездоровы? — успел подхватить его Рашевский. — Вчера меня слегка контузило, — тихо проговорил прапорщик. — Их благородие более двух часов лежали без сознания, а как японец полез на штурму, вышли с помощью двух стрелков и всем командовали, — доложил гнедых. Кондратенко с чувством пожал руку Звонареву, а Рашевский последовал его примеру. — Я хотел просить ваше превосходительство оставить меня здесь и дальше. — О, нет, на это я не согласен. Вы нужны и в других местах. Теперь попрошу вас показать нам укрепление, — попросил Кондратенко. Прапорщик повел генерала через Патерну в Капонир. Кондратенко то и дело останавливался, расспрашивая солдат. Многих он знал в лицо и по фамилии. — Откуда вы их знаете, ваше превосходительство? — удивился прапорщик. — Шметиловских-то стрелков. Они у меня одни во всей дивизии, других таких героев нет. Когда в штабе крепости узнали о смерти Игнатия Прониславовича, то решили, что часы укрепления сочтены. Смирнов уже спешно разрабатывал 1101 вариант отражения японской атаки. Я же был настолько уверен в Шметиловцах, что рискнул отправиться сюда только вдвоем с Сергеем Исанычем, не дожидаясь подхода резервных частей, — говорил Кондратенко, неторопливо двигаясь по Патерне. У места гибели Шметила генерал снял фуражку и перекрестился. Мир его праху жил и умер честным солдатам. В Капонире Звонарев указал на крайне плохое качество бетона, который оказался мягче, чем окружающая скалистая почва. Была бы моя воля, посадил бы я сюда бармина и заставил ожидать, пока японцы не взорвут Капонир снаружи, — заметил Кондратенко. — Как вы предполагаете укрепить Капонир? — справился он у Рашевского. — Никак. Этот дефект сейчас устранить не можем. — Тогда Капонир надо оставить, забив его бутовым камнем на цементной кладке. Пробив свод, японцы окажутся перед необходимостью разрушить стену до основания, чтобы проникнуть в ров. Патерну тоже придется заложить в ее передней части. Ров же будем фланкировать из горжи, возведя там брустверы из мешков. И установим мелкие скорострельные морские пушки и многоствольные метрольезы. — Прошу вас, Сергей Владимирович, немедленно произвести забивку всего Капонира до самого верха. Надо, чтобы к завтрашнему утру это было выполнено. — Слушаюсь, ваше превосходительство. — вытянулся Звонарев. Затем генерал обошел все брустверы, понаблюдал в бинокль за японскими работами и хотел уйти. Но в этот момент неподалеку упала и разорвалась небольшая японская бомбочка. Звонарев со стороны схватился за голову и медленно опустился на землю. Кондратенко бросился к нему. Прапорщик был бледен и долго не подавал признаков жизни. — Что с ним случилось? — взволнованно спросил генерал. — Кустяковый взрыв и такая реакция на него. — Должно быть, их благородие опять ударило воздухом в голову, — сказал подбежавший гнедых и с помощью стрелков снес прапорщика в казарму. — До подхода резервов я приму на себя командование укреплением. — А вас, Сергей Александрович, попрошу заняться забивкой капонира, — решил Кондратенко. Прошло больше часа, пока подошли вновь назначенные на укрепление роты. С ними прибыл и новый комендант, штабс-капитан Ржевузский. Когда Кондратенко уходил с укрепления, Фельдфепель подошел к нему. — Мы уж месяц находимся здесь без смены, ваше превосходительство. — Обовшивили все и от грязи, и заросли коросты. Дозвольте хоть в баньке помыться. — Ладно. Даю вам неделю отдыха, а затем верну на позиции. — Покорнейше благодарим! — радостно ответил солдат. С темнотой шметиловцы, забрав почти все свои трофеи, двинулись в тыл, неся на носилках Звонарева. — Теперь нам надо самим присмотреть себя командира к нему и подаваться, — проговорил гнедых. — Идите к поручику Инжиевскому. Он на батарее литеры «Б», — посоветовал Звонарев, которого бережно несли на носилках четыре стрелка, а я поблизости буду на залитерной. — Про него мы слыхали много хорошего от покойного капитана. Пошлем к нему ходоков, может, и возьмет к себе, — отозвались в толпе. Они донесли Звонарева до штаба Восточного фронта, где он и остался ночевать. Глава четвертая Звонарева поместили в одном блиндаже с надеянным. Старик, пробыв два дня в городе, не утерпел и вернулся в штаб, чтобы быть поближе к позиции. Он упросил Горбатовского разрешить ему расположиться в одном небольшом блиндажике на отлете, чтобы никому не мешать своим присутствием. Верный капитоныч с помощью денщика как мог привел блиндаж в порядок. Надеян развесил по стенам иконы и на столе тоже водрузил складень из трех икон. В помещении было холодно, сильно дуло с пола, заливала вода при дожде, плохо горела печка. Но старик терпеливо переносил все эти неудобства. Капитоныч недовольно бурчал, но не покидал своего барина, хотя ничем не был с ним формально связан. Для контуженного прапорщика стрелки устроили кровать из досок, наложенных на козлы. Бережно опустив Звонарева на постель, стрелки пожелали ему скорейшего выздоровления и удалились. — Шлавные у нас шолдатики! Никогда ж моего офицера в беде не оставят! — прошамкал Надеян, наблюдая за этой сценой. Затем он подробно расспросил Звонарева обо всем случившемся на укреплении номер три и принял прапорщика под свое покровительство. У прапорщика все время кружилась голова, и он никак не мог уследить за ходом разговора. Иногда сознание на несколько мгновений совсем покидало его, во всем теле чувствовалась необычайная тяжесть, не хотелось ни двигаться, ни думать. Где-то в подсознании всплыл образ Вари белой, и он не мог понять, бред это или действительность. Полное безразличие к окружающей обстановке казалось ему преддверием смерти, но мысль о ней не пугала его. — Вы меня не слышите! Ответьте мне, миленький, хоть одно слово! — шепотом упрашивала Варя, наклонившись к самому уху прапорщика, сознание которого в этот миг несколько прояснилось. — Слышу, милая Варюша, но я очень слаб, и мне трудно говорить. — Я сейчас достану рикшу с носилками и лично отвезу вас в госпиталь. Я никуда не поеду. Мне тяжело двигаться, и я хочу спать. — Выпейте бульона! Варя сунул ему в рот носик чайника, наполненного теплым бульоном, ведь вы уж три дня как следует не ели. Выпив бульон, прапорщик почувствовал себя значительно лучше и тут только понял, как изголодался за последнее время. Глядя на озабоченное и осунувшееся личико Варе, он улыбнулся. — Все-то вы обо мне думаете. А сами на что стали похожи, один нос остался на лице. И Зонарев нежно поцеловал руку девушке. Варя просияла, ласково погладила прапорщика по голове. — Во всем виноваты вы. Сидели бы смирно, на залитерной, как раньше, и я бы не беспокоилась. На вас очень зла, Вера Алексеевна, за то, что вы в ироническом тоне рассказывали о ранении Стесселя. — Откуда она это знает? — У нее везде есть свои люди. Вчера она встретила меня на улице и заявила, что вы самый неблагодарный человек, какого ей пришлось встречать в жизни. Я ей ответила, что про вас нас плетничали, а она назвала меня невоспитанной девчонкой, которая не умеет разговаривать со старшими. И все это происходит, потому что я дружу с учительницами и с вами. — Надо думать, что последнее слово все же осталось за вами. — Конечно. Я ей сказала, вполне понятно, что я бываю в обществе молодых людей, так как не успел еще состариться. Звонарев захохотал, несмотря на острую боль в голове. — Воображаю, какая при этом у нее была физиономия. — А вот такая! — Варя разинула рот, вытращила глаза и придала своему лицу рассеянно глупый вид. Это было так смешно, что даже молчаливо сидевший на своей койке надеян не мог удержаться от смеха. Накормив и напоив прапорщика, Варя приказала ему немедленно заснуть. — Я тихонько посижу рядом, пока вы не уснете, — объявила она и села у изголовья Звонарева. Через минуту и Звонарев, и Варя спали крепким сном. Надеян с помощью Капитоныча осторожно уложил девушку на свою постель, а сам, кряхтя, стал укладываться на полу рядом с Капитонычем. Старики долго ворочались, кряхтели, шептали молитвы и, наконец, заснули. Варя проснулась от холода уже на рассвете и сразу не могла вспомнить, где она и как сюда попала. Затем, соскочив с постели, она нагнулась к мерно дышавшему Звонареву и, быстро оглянувшись на спавших, надеянно с Капитонычем осторожно поцеловала прапорщика, после чего выскользнула из блиндажа, на ходу надевая пальто. Через минуту она уже скрылась в густом предрассветном тумане. Через день Звонарев настолько поправился, что уже смог пройти до форта номер три. Артиллеристы и матросы встретили его как выходцы с того света. — Нам сказали, что вас разорвало на куски, на укреплении. Мы не ждали вас видеть живым, — обступили они прапорщика. Жалели вас, думали, зазря пропал наш Сергей Владимирович, пошел на полчаса и сложил там свою буйную голову. Прапорщик осмотрел почти законченную сооружением прожекторную установку. — Этой ночью начнем светить, — уверял Братовский. — Будет теперь наш третий форт со светом? — Епошка не может уж незаметно подбираться, да и на третье укрепление дадим свет. — Приготовьтесь к обстрелу. — Мне приятель постарается тотчас же сбить прожектор, — предупредил Звонарев. Возвращаясь в штаб, он увидел идущих впереди по шоссе Надеяна и Капитоныча. Последний с трудом ковырял на своей деревяшке, опираясь на палку. Дорога обстреливала с редким шрапнельным огнем, но старики не обращали на это никакого внимания. Уже согнутые годами, но все еще высокий, надеян, неторопливо шагал впереди, то и дело оборачиваясь на своего спутника. — Шавшемшта, ты, Штал, Капитоныч, ноги тебя уж не носят, — услышал голос генерала, подошедший Звонарев. — Но, гад, у меня, Митрофан Александрович, осталась только одна, да и та на Малаховом кургане прострелена, а у вас все же две, весь тим у меня за вами не угнаться. В это время навстречу показался молоденький солдат-стрелок. Завидя генерала, он подтянулся и по уставному за четыре шага четко стал во фронт. — Здорово, молодчик! — ласково приветствовал его генерал. — Здравия желаю вашему прислодейству! — заорал в ответ стрелок и затем уже обычным голосом добавил. — Разрешите приложиться к вашей иконе. — Изволь, братец! — остановился, надеян. Солдат снял папаху, несколько раз истово перекрестился и поцеловал висевший на груди генерала сверх пальто образ спаса нерукотворного. Надеян обнял его за шею и добродушно стал расспрашивать, какого срока службы, женат ли, есть ли дети. Стрелок, позабыв официальный тон, ответил, что всего на службе первый год, дома оставил жену и двух ребят. — Как твоими-то? — справился генерал. — Егор Николаев. — Ну, ступай с Богом, раб Божий, Егор! Вечером помолюсь, чтобы Господь Бог сохранил тебя в Артурии и невредимым вернул твоей жене, — потрепал надеянно растроганного солдата по плечу и пошел дальше. Все трое шли молча. Звонарев, почти не думавший последнее время о своих родных, вспомнил сестер и брата и невольно вздохнул. — Хорошо вам, господин прапорщик, коль ваша невеста каждый день ваш навещает, — обернулся к нему генерал. — Мадемуазель Белая, всего лишь моя хорошая знакомая, которая целует вас в темноте, когда вы шпите. Звонарев вспыхнул, когда это было. — Спросите у нее, пусть и наша мама вам расскажет, — мое дело, что рана. Так прапорщик больше ничего и не добился от упрямого старика. К вечеру погода прояснилась. Выгонуло солнышко и совсем по-летнему потянуло теплом с моря. Поджидая обычного визита варе, Звонарев сидел около штабного брендажа и наблюдал, как по всем дорогам тянулись к фортам кухни, водовозы, маленькие рихши с носилками. На закате солнца капитоныч вынес из блендажа табуретку, поставил на нее складной образ, постелил на землю коврик и пошел доложить на Дейну. Вскоре из блендажа вышел генерал с непокрытой головой в одном сюртуке, но с неизменным образом на груди. Он встал на коврик и перекрестился на все четыре стороны. Его высокая фигура с длинной седой бородой и густыми, всклокоченными волосами четко вырисовывалась на фоне вечернего неба. А глядевшись вокруг, Надеян опустился на колени. Воздев кверху руки, он громким голосом начал читать молитвы. Завидя молящегося генерала, десятка-два солдат подошли к нему и, обнажив головы, тоже стали на колени. Постепенно число их увеличивалось, и вскоре вокруг Надеяна образовалась толпа. Звонарев с удивлением издали наблюдал за этим своеобразным богослужением. Солдаты, крестясы и вздыхая, медленно расходились, совсем как в церкви, после вечерни или обедни. Стоявшие поодаль матросы десантные роты с пересвета иронически поглядывали на это моление, перебрасываясь между собой шутками. — Эш колдует, дедок. — Так не пойму, к добру это или нет? — Ворожает, чтоб японские пули и до снаряда никого из солдат не убивали. Вроде как бы заговаривает весь артурский гарнизон. Жаль, его с нами не было в бою 28 июля. Околдовал бы он адмирала Тогова, чтобы того глаза позастило. Сидели б сейчас во Владивостоке, да с русскими бабочками прохлаждались. Вскоре появилась Варя и увела Звонарева в блиндаж обедать. В конце обеда Звонарева неожиданно вызвали к начальнику артиллерии Восточного фронта обороны, полковнику Мехмандарову. Варя пошла с ним. Мехмандаров — пожилой мужчина, с лицом, заросшим по самые глаза густой черной бородой, сквозь которую проступал большой горбатый нос, с недоумением посмотрел на появившуюся перед ним парочку. — Мне нужен прапорщик Звонарев, а не его жена. — Да он мне совсем и не муж, только знакомый. Несколько смутилась девушка. Сейчас сообщили, что на батарее литеры Б одиннадцатидюймовый снаряд попал в офицерский каземат. — И Жуковский убит! В ужасе воскликнула Варя. — Никто не убит. Все живы, только раненые Жуковский и Гудима. На батарее не осталось ни одного офицера. — И вы хотите послать туда Серегея Владимировича? Но он совсем больной и едва стоит на ногах. — А-а-а! Досадливо сморщился Мехмандаров. — Если он болен, то от вашего присутствия, сударыня. — Без вас он совсем здоровый, ходил сегодня на третий форт. Но послать его на литеру Б я не собираюсь, он еще чином не вышел командовать такой батареей. — Туда отправится высокий поручик, что на залитерный. — Борейка, — подсказал Звонарев, — он самый. — А вас направим на залитерную. Там осталось всего две пушки, так что и офицер не нужен. Но поскольку вы контужены, пробудите там с неделю и отдохнете. Только чтобы вы, сударыня, туда не смели показывать и носа. Иначе прапорщик никогда не поправится. И полковник громко захохотал. — Когда прикажете отправиться на залитерную, — спросил Звонарев, — чем скорее, тем лучше. Распрощавшись с Варей, прапорщик зашагал по дороге к залитерной. Стояла темная, но теплая ночь. С моря дул мягкий влажный ветер. На безоблачном небе сверкали звезды. Навстречу ему шли роты моряков. Прошло добрых полтора часа, пока Звонарев, наконец, добрался до залитерной. Борейка там уже не оказалось. Он ушел на батарею литеры «Б», захватив с собой половину солдат. За старшего на батарее остался Ярцев, который уже выписался из госпиталя. Звонарев был удивлен переменой, происшедшей с ним. Сказочник пополнел, был чисто выбрит, аккуратно одет, щеголял в новой рубахе и до блеска на чищенных сапогах. При виде прапорщика физиономия Ярцева расплыла в широчайшую улыбку. Мы вас, ваш брат, совсем уж похоронили. Поручик даже в помин вашей души стакан водки выпили, хоть последнее время на нее и смотреть не хотели. А тебе женитьба, видать, пошла впрок. Где Харитина-то? На кухне с бельем возится. Сейчас я ее пришлю. Подожди, расскажи, что случилось с командиром Агудимой. Бомба попала в каземат. Капитана ранила в голову, спину и ноги, а штабс-капитану повредила правую руку и бок. Их отправили на утес, на квартиру. А Шура уцелела. Ее в те поры в каземате не было, потому и осталось невредимо. Уехала тоже на утес. А Мельникова поручика забрали на литербу. У нас же за Фершила осталась Харитина. И солдат прыснул со смехом. — Чего ты хохочешь? Наши канониры все к ней пошли с разной хворобой. Кто что выдумал? Она, давай их лечить ухватом. Живо все поправились. Опять закатился Ярцев. — И тебя поди, она им угощает подсердитую-то руку. — Никак нет. Она меня уважает, как мужа, и свое бабье место знает. С достоинством проговорил сказочник. В дверь постучали. Вошла Харитина. Она была в женском платье с платком на стриженной голове. — Здравствуйте, Сергей Владимирович! С прибытием вас! С певучим голосом приветствовала нас, Звонарева. — Не откушайте чайку со свежими шанюшками. Только час испекла. Мы как раз садимся за стол. — Пойдем, Кегор Иванович! — обратилась она к мужу. — И я с вами отужинаю! — поднялся прапорщик. — Милости просим! Радушно и просто, по хозяйски пригласила Харитина. Вернувшись в блиндаж, Звонарев позвонил по телефону Борейко. — Здорово! Жив еще курилка? — спросил поручик. — Эх, Николай Васильевич, бедняга, сильно пострадал. К тому же он еще не совсем поправился после диетерии, может и не вытянуть. Гудима отделался легкими ранениями и отправился больше отдыхать, чем лечиться. — Завтра приходи сюда, есть кое-какие дела. Стах кланяется. Его вчера ранило в четвертый раз, но легко, и он остался в строю. В предрассветном сумраке замелькали первые вспышки выстрелов японских батарей. Интенсивность огня возрастала с каждой минуты. Вскоре грохот сотен орудий слился в один протяжный гул. Снаряды сплошной лавины обрушились на русские позиции. От батареи литеры «Б» до укрепления номер три. Бомбы, шрапнели, сегментные снаряды, бризантные гранаты всех калибров дождем падали на залитерную. — Японец штурм готовит ваш бродь! — сообщил прапорщику Ярцев. Один из снарядов разорвался близко от блиндажа, и осколки забрабанили в дверь. Застегиваясь на ходу, звонарев выскочил наружу. Батарея оказалась вымершей, солдаты попрятались. Облако дыма и пыли, не расходясь, стояло над залитерной. Прапорщик поспешил нырнуть обратно в блиндаж и попытался по телефону вызвать батарею литеры «Б», чтобы узнать обстановку на фронте, но провода были перебиты, и залитерная оказалась отрезанной. Звонарев понял, что, несмотря на этот смертоносный вихрь, ему нужно идти посмотреть, что делается на линии китайской стенки. — Дай-ка мне бинокль. — С наблюдательного пункта, вероятно, хорошо видно наше японское расположение, — обернулся он к Ярцеву. — Вы бы, Сергей Владимирович, малость обождали. — Может, стрельба утихнет, — посоветовал солдат. — Тогда поздно будет. — Японцы успеют, чего доброго, и до нас добраться, как в августе. — Прикажи всем, даже Зайцу и Белоногову, приготовить винтовки, чтобы было чем встретить японцев, если они прорвутся на батарею. Распорядился Звонарев, выходя из блиндажа, и направился к наблюдательному пункту. Те немногие минуты, которые были нужны для преодоления этого пространства, показались прапорщику вечностью. Не прошел он десяти шагов, как взрывной волной сбил у него фуражку с головы, засыпало глаза пылью, а осколком прорвало шинель. Оглохший от взрывов, ослепленный пылью и дымом, он с трудом нашел наблюдательный пункт. Там находился Юркин, который от ужаса забился в дальний угол блиндажа и взглянул на прапорщика, как на привидение. — Здравствуй! — Трусы, что ли, празднуешь? — спросил он. — Здравия желаю, Ваше благородие! — Попервах думал, что мне поприччилось, что вы живой сюда пришли, — вскочил на ноги солдат. — Что видно впереди? Подошел прапорщик к смотровой прорези и стал смотреть на развернувшуюся перед ним панораму. Батареи литеры Б, китайская стенка, Куропаткинский люнет и форт номер 12 чуть проступали сквозь пелену дыма и пыли. На батарее литеры Б то и дело вспыхивали красные языки выстрелов. Борейка из всех уцелевших еще орудий отбивался от наседавших японцев, все остальные батареи первой линии были приведены к молчанию. Зато батареи берегового фронта и броненосцы перекидным огнем громили японцев. Когда дым и пыль относились ветром в сторону, звонарев мог разглядеть большие разрушения на фортах и китайской стенке. Вдруг над Куропаткинским люнетом взвился огромный столб черного дыма, и вслед за тем долетел тяжелый грохот взрыва. Прапорщик понял, что взлетел на воздух пороховой погреб. Не успел дым от взрыва разойтись, как японцы и кинулись на штурм люнета. Впереди бежали с флагами в руках офицеры, и не прошло и минуты, как белые флаги с красными кругами посредине взвелись над павшим укреплением. — Пропал люнет! Испуганно проговорил Юркин. — Отобьют! Японцев там совсем немного. Беги на батарею и прикажи обстрелять цель номер пять, уменьшив прицел на шесть делений! — распорядился прапорщик. Телефонист перекрестился и побежал на батарею. Вскоре с залитерной прогремело несколько выстрелов, и белые комочки шарапнелии появились над куропаткинским люнетом. Японцы поспешили спрятаться. Подоспевшая рота моряков снова заняла люнет. После полудня стрельба временно ослабела, и Звонарев пошел на батарею. Несмотря на сильный обстрел, залитерная пострадала сравнительно немного. Дав указание об исправлении разрушений, прапорщик направился к Борейко, чтобы договориться о дальнейших совместных действиях. Поручика он нашел на перевязочном пункте. Мельников на скорую руку перевязывал его раненый бок. Малый зацепил осколком, приходится дырку зашивать. Небрежным тоном проговорил Борейко, но по бледности лица и лихорадочно горящим глазам прапорщик понял, что его друг сильно страдает и едва переносит боль. «Перевязывай б скорее, народ, я сейчас пришлю всем раненым водки», — проговорил поручик, выходя из каземата. «На батареи по-прежнему то и дело рвались снаряды, солдаты попрятались по казематам. Здорово нам сегодня досталось, семеро убито, да человек пятнадцать ранено, в том числе все взводные, но они все остались в строю», — сообщил Борейко. Звонарев договорился, что всемерно будет поддерживать батарею литеры «Б» своим огнем. «Ты на малых прицелах, не бойся влепить нам шрапнель в спину, это лучше, чем пропустить японца», — предупреждал поручик. «Японец в атаку идет!» — влетел в офицерский каземат джиганов. «По местам, к орудиям!» — заорал Борейко, выбегая на батарею. «Лети к себе и не зевай!» — напутствовал он Зварева. На батарее поднялась суматоха, подносили снаряды к орудиям, торопливо заряжали пушки, на брустверах между орудиями прилаживали пулеметы. Борейко, опираясь на ружье, как на палку ходил вдоль фронта батареи, издали уже доносились истошные крики и бонзай. Звонарев едва успел добежать до залитерной батареи, когда первая колонна штурмующих японцев обрушилась на стрелковые окопы, занятые ротой Янжиевского, опрокинула ее и устремилась к батарее литеры Б. С наблюдательного пункта было хорошо видно, как они быстро приближались к орудиям. С замиранием сердца. Звонарев следил за происходящим на батарее литеры Б. Японцы были уже около орудий, схватившись в рукопашную с артиллеристами. Серые шинели русских перемешались с зелеными японцев, но последних было во много раз больше, и артиллеристы начали отходить, отбиваясь от наседавшего врага. Несколько человек бросилось бежать в тыл. Казалось, батарея была потеряна. А тут справа, во фланг японцам, ринулись матросы подошедшего резерва, впереди которого двигалась огромная фигура Барейко. Он держал в правой руке большой морской палаш, и как сам Сон сокрушал вокруг себя маленьких японцев. Не выдержав внезапного удара, японцы смешались и затем отхлынули назад. Но стрелки Инжиевского успели уж занять свои окопы и встретили их ружейными залпами. Несколько сот зеленых фигурок заметалось в узком пространстве между батареей и передовым стрелковым окопом, расстреливаемые перекрестным огнем артиллеристов, моряков и пехоты. Земля с каждой минутой все больше покрывалась зелеными пятнами упавших тел. Звонарев ясно видел, как японцы в отчаянии бросались со штыками наперевес то в одном, то в другом направлении, и скошенные пулями падали. Немногие уцелевшие, побросав оружие, подняли руки вверх. Ружейный огонь прекратился. Японцы гуськом один за другим скрылись в окопах стрелков, и тотчас молчавшие осадные батареи вновь обрушились на батарею литеры Б. Русские поспешили укрыться. Только Борейко, помахивая своим длинным палашом, неторопливо шел вдоль батареи, заглядывая в каждый каземат. Живы, поручие, гуляют, словно по набережной в воскресный день, восхищенно заметил Юркин, даром что только утром их ранило. Кононада по всему фронту постепенно стихала. Звонарев с удивлением заметил, что день уже клонится к вечеру. Небо затянулось тяжелыми тучами и начинал накрапывать мелкий дождь. Ему сразу захотелось есть. Тело стало тяжелым от усталости. Он громко зевнул и с удовольствием потянулся, разминая затекшие члены. — Как ты думаешь, Юркин, готов у нас обед? — Давно готов. На батарее пообедали, когда вы были на литере Б. Харитина Федотеевна кликала вас, как вы бежали на пункт, а вы только отмахнулись от нее рукой, не до тебя, мол. — На всякий случай побудь здесь до темноты, а я схожу на батарею, поем, — приказал Юркину Звонарев. Заметив его издали, Харитина поспешила принести щи и жареную ослятину. Прапорщик торопливо ел, слушая болтовню молодой женщины. — На литербе пятнадцать убито, и около полсотни раненых, — рассказывала Харитина. Сафрона Тимофеевича ранила два раза за один день, а он не захотел идти в госпиталь. — Жигана, на что верткий черт, и того чуть на штык не поддели, не будь зайца рядом, — распороли б ему брюхо. — Заяц-то как туда попал. Пришел с Белоноговым по делам к поручику, а тут япошка лезет к самым пушкам. Он и схватил винтовку-то, хваст и двух японцев заколол. Зато ему самому бедро поранили лежит, сейчас на кухне ехает, придется его отправить в госпиталь. Да и Белоногову портрет прикладом попортили, но с распух так, что глаз не видно. Хотел я вас дали спросить о капитане Шметилы и царствие ему небесное. Да при других постеснялась, как его убил это. Прапорщик подробно рассказал о гибели капитана. Лицо Харитина неожиданно сморщилось, глаза налились слезами, и она вскликнула. Душевный был человек, Игнатий Брониславович. При нем хорошо жила с солдатом. Жаль его, а их еще больше. Кто-то теперь будет ими командовать. Попадет с какой-нибудь аспит, и натерплются они горя. Звонарев попробовал вызвать к телефону Борейко, но телефон не действовал. И прапорщик решил идти на батарею литера «Б», благо совсем стемнело, и на фронте наступило затишки. Он застал Борейко перед фронтом батареи. Перед поручиком стояло несколько солдат. Трусы, батарею бросили, спасая свою шкуру. Таких солдат у меня еще не было. Рук своих о ваши морды пачкать не хочу. Пусть сами солдаты, которые честно защищали свои пушки, накажут вас, как хотят. Артиллеристы молчаливо направились по своим казематам, а Борейко подошел к Звонареву. Что у тебя, все благополучно. Да, Харитина заведует хозяйством на батарее, а сказочник ею командует. Я же лишь временно гощу на залитерной. В общем, все идет хорошо. Пока офицеры разговаривали, солдаты собрались по взводам в казематах. Лепехин созвал всех своих подчиненных к Анастасу и вынул старообряческое Евангелие. Его бордачи чинно уселись на нарах, терпеливо ожидая, что будет делать взводный. Тут же находились трое бежавших с батареей во время атаки. Они боязливо оглядывались по сторонам. Пойди сюда, подозвал одного из них взводный. Рассказывай, кто ты есть такой, а то тебя как нового в ротище не знают. Фамилия моя Шестеркин, Станбовской губернии. Рабочий, что ли? Никак нет, из христиан. Служил половым в трактире. Солдаты задвигались и враждебно загудели. Знаем моих мошенников. Напоют, оберут и на улицу выкинут. Какой ты имел полное право бежать с батареи? Спросил Лепехин. Спужался. Думал, всех японец заберет. Думал. А ты б на других-то не смотрел и штыком работал. Так я не один бежал, и другие со мной. Мы со всех и ответ требуем. Солдаты вздыхали, почесывались. — Что ж с ним делать? — спросил у присутствующих Лепехин. — А как о том сказано в Писании? — задали в свою очередь ему вопрос. — Возлюбливай сына, да скрушит ему ребра, пользуй его ради. Послание апостолу Павла Коринфинам. Глава 3, стих 7. По Евангелию прочитал Лепехин. — Всыпать двадцать пять горячих, — предложили в толпе. — Правов таких нет, — злобно оглянулся Шестеркин. — А с батареей бегать права есть, — подошел к нему вплотную Лепехин. — Я жальца буду. — Кому? — По ручку. — Так ты сам слышал, как он тебя на наш соут отдал. Повыше найдем. — Ишь ты какой прыдкой! Шестеркин не пошевелился, с угрюмой злобой глядя на взводного. — Шевелись, саука, — послышалось в толпе. — Правов у вас таких нет. Вали на нары и стаскивай порты, — распорядился взводный. Несколько человек накинулись на виновного и без особого труда уложили его на нары. Пороли вперехлест с солдатскими портупеями, истово и деловито. Лепехин считал удары. Шестеркин при каждом ударе вскрикивал и просил пощадить, но на него не обращали внимания. — Хватит! — остановил наказание взводный, когда положенное число ударов было отчитано. Шестеркин торопливо одевался. — Благодари, мир, за науку! — сурово приказал Лепехин. В ответ наказанный разразился грубой бранью. — Бей! — скомандовал Лепехин солдатом, возмущенный нахальством Шестеркина. — Добрый десяток кулаков сразу обрушился на Шестеркина. — Довольно! — вмешался, наконец, Лепехин, оттаскивая расходившихся солдат. — Не ровен час, до смерти убьете! А окровавленный и охующий Шестеркин, шатаясь, едва поднялся на ноги. Двое других бегунов, устрашенные виденным, беспрекословно дали себя выпороть. Ввиду их полной покорности, Лепехин ограничился всего десятью ударами. После экзекуции оба наказанные низко кланились по сторонам и благодарили за науку. Когда порка кончилась, взводный пошел с докладом к Борейко. — Твои лишаки, поди, переломали им все ребра! — забеспокоился поручик. — Не должно того быть! На ногах стоят, значит, целы! Разговор был прерван появлением Блохина. — Здорово, Варнак! — приветствовал его поручик. — Зачем? — пожаловал! — Здравия желаю, ваш бродь! — Явите божескую милость! Разрешите вернуться на батарею! — взмолился солдат. — Здесь ты не нужен! — За литерной командует прапорщик, с ним и разговаривай! — Ваш бродь! — жалобно взмолился Блохин к Звонареву. — Дозвольте к вам обратно! — Прапорщик внимательно посмотрел на него. — Чем тебе плохо на втором форту? — спросил он. — Житья от пехтуры нету. Далее смена произошла, пришли новые, один дурнее другого, не весь что мелют. — Что же именно? — поинтересовался Борейка. — Вашу, — говорит, — литербу японец по трахами забрал. — Как, — говорит, — может быть? — Коль на ней солдаты с электрического утеса, да еще с самим мед... То бишь с поручиком Борейка. В глазах солдата мелькнула лукавая искорка. — Так на всем свете нет такого войска, чтобы их одолеть, а у самого на сердце кошки сребут. А вдруг, думаю, остромились, чуть стемнело, сюда и побег посмотреть, что здесь делится. — Гладко врешь, блоха, без запинки, — расхохотался Борейка. — Убей меня гром, если вру, — перекрестился солдат. — Ладно. — Можешь остаться на залитерной, только черкхаритиней подкатывайся. Совсем тогда выгоню из рота до конца войны, — предупредил поручик. — Покорнейший, благодарю ваш бродь! — гаркнул солдат и, умильно посмотрев на водку, тяжко вздохнул. Заметив это, поручик налил полстакана и протянул солдату. Тот, мгновенно проглотил водку и, прокричав благодарность, выскочил из блиндажа. — Люблю блоху. Яница, варнак, под горячую руку отца родного зарезать может, а сердце золотое. Да и не дурак, хотя и малограмотный. Много такого нашего народа без настоящего дела шляется по Руси матушке. — Задумчиво проговорил Борейко. — А твоя, Амазонка, как? — Хорошо, что напомнил. Она, верно, ожидает сутками меня на залитерной. Надо возвращаться. — Оля как? — Не видел уж с неделю. Видно, занята в госпитале. — вздохнул поручик. — Не вздумай, Варя, рассказать о моей ране, а то Ольга Семеновна только зря будет успокоиться. На залитерной Варе не оказалась. Вместо нее явился с обедом Вася. Звонарев застал его в своем блиндаже, беседующем с Харитиной. — Тетя Варя велела вам передать записку и просила ответ. Подчеркнув две грамматические ошибки, прапорщик на обороте сообщил девушке, что цел, невредим и сидит в полной безопасности на залитерной. — Заяц придется отправить в госпиталь, — проговорила Харитина. Как бы у него от грязи и Антон Фагон не сделался. — Вася доведет его до перевязочного пункта, а оттуда его доставят в сводный госпиталь к Варваре Васильевне. Звонарев согласился. Поужинав, он зашел на кухню к Заяцу. Солдат лежал в жару и бредил. — Справишься один, Белоногов? — спросил прапорщик, увидев певца с забинтованной физиономией. — Харитина Федосевна помогут, а вместе, конечно, справимся. — Весело отозвался солдат. — Егор Иванович тоже нам подсобят, — добавила Харитина. Следующие два дня штурм крепости продолжался. Звонарев все время проводил на наблюдательном пункте, поддерживая огнем то батарею литеры «Б», то форт номер «Два», то куропаткинский люнет. Японские атаки нигде не увенчались успехом. Варя совсем не показывалась на батарее, будучи сильно занята в госпитале. Вася же неизменно являлся по вечерам с сутками. От Харитина и солдат он узнавал все о прапорщике, затем получал записку для Вари и уезжал, вздыхая, что ему не разрешают остаться на батарее. На третий день утром прапорщика вызвали в штаб. Японские атаки снова возобновились, но уже в направлении форта номер три. Степанов нервничал и не отходил от телефона, требуя подкрепления и штаба крепости. Горбатовский отдавал целый полк бестолковых распоряжений, которые тут же и отменял. Надеин молился перед иконами в своем блиндаже, призывая Божье благословение на русское воинство. Один Рашевский сохранял полное спокойствие. Он сидел над картой и делал на ней пометки карандашом. Звонарев подошел к нему. — Рад вас видеть опять в добром здравии, Сергей Владимирович, — приветствовал его подполковник. — Вы нам очень нужны. — Дело в том, что японцы прочно засели во рву у форта номер два и около батареи литеры Б. Мы решили спустить в них шаровые мины. На форт направился лейтенант Лурский, а вам мы хотим поручить батарею литеры Б. — Я думаю, что вы с этим делом справитесь. На всякий случай вместе со снаряженной миной пришлю к вам своего кондуктора, минера Буторина, — добавил Рашевский. Договорившись о деталях, Звонарев поторопился обратно, чтобы заблаговременно произвести все необходимые приготовления. В штабном блиндаже по-прежнему царила растерянность. Горбатовский нервничал и дергал Степанова. Выведенный из себя капитан с отчаянием спрашивал, — Так что же вы, наконец, решили, ваше превосходительство? Двинем ли мы резервные роты моряков к китайской стенке или нет? — Делайте, Федор Васильевич, как хотите, но чтобы положение там было немедленно восстановлено и прочно закреплено, — отмахнулся генерал и поспешил выйти в соседнее помещение. Степанов выбежал из блиндажа и позвал командовавшего моряками офицера. — Это неразбериха тянется с утра, — с досадой проговорил Рашевский, вышедший провожать прапорщика. Надеян при всей своей старости и дряхлости никогда так не волновался и не падал духом, как Горбатовский. Хорошо хоть Степанов, человек уравновешенный и умный, при всяких обстоятельствах сохраняет присутствие духа и ясность мышления. Около блиндажа Звонарев увидел Надеяна. Генерал с иконкой в руках направлялся к матросам. — Здравствуйте, братцы! — приветствовал их Надеян, беря под козырек. Моряки дружно ответили. — Сейчас вы пойдете в атаку на нашего врага и шапоштата японца. Я хочу благословить вас, чтобы причистая дева-матерь сохранила вас швятым своим покровом. На молитву шапки долой! Матросы, переложив винтовки на сгиб левой руки, сняли фуражки. Генерал громко прочитал несколько молитв и, подняв обеими руками иконку, трижды перекрестил ею моряков. — Теперь ж богом! С ружьем в руке и крестом в чердше за мной, ребята! Звонарев взволнованно следил за этой сценой. Он видел, как большинство матросов иронически улыбалось, смотря на Надеяна, но некоторые истово с чувством осеняли себя крестом. Подошедший Степанов пытался было отговорить Надеяна от намерения лично вести матросов в бой. — Генерал Горбатовский просит ваше превосходительство вернуться назад, — доложил он. — Скажите ему, что никто не может же претить, умереть во главе своих солдат, же матушку Россию! — на ходу бросил генерал, продолжая идти вперед. Степанов пожал плечами и пошел обратно. Звонарев, сам того не замечая, увлеченный примером Надеяна, тоже пошел за моряками. Сбоку дороги, торопливо ковылял капитоныч, опираясь на винтовку вместо палки, старик, верный своему другу и генералу, решил последовать за ним в бой. Свыше двухсот человек, увлеченные порывом старика, лавины ринулись вперед, не обращая внимания на огонь японских батарей. — Расшипаться в цепь! — скомандовал Надеян, когда до китайской стенки осталось две-три сотни шагов. Затем он еще раз перекрестился, выхватил шашку из ножен и закричал во всю силу неожиданно окрепшего голоса «Шнами-бог! Ура!» и бросился бежать в направлении к японцам, открывшим пачечный огонь по атакующим. Несколько мгновений генерал бежал впереди всех, но затем матросы обогнали его и со штыками наперевес обрушились на врага. Надеян споткнулся, упал, выронив шашку, затем с трудом встал и уже с одним револьвером в руке побежал дальше. Рядом падали убитые и раненые, но старик не видел и не замечал ничего, продолжая хриплым голосом кричать «Ура!». Вскоре его еще раз сбили с ног бегущие матросы, двое из них остановились и, подняв старика под руки, бережно поставили на ноги. «Вы бы, ваше превосходительство, поберегли себя, в свалке вас и затопчут!» — уговаривали они генерала, отряхивая испачканную землей шинель. Надеян покорно слушал их, и слезы капали из его глаз. «Штар встал! Никуда больше не гожусь! Думал, сегодня смерть принять вместе с матросчиками! Да, видно, Господь Бог еще не приживает меня к себе! Идите ж Богом, братцы!» Между тем, у китайской стенки уже все было кончено. Немногие уцелевшие в штыковой схватке японцы поспешно отступали в свои окопы, а матросы, рассыпавшиеся вдоль стены, готовы были встретить врага штыком и пулей. Звонарев, вместе с матросами, кинувшись в атаку, вскоре заметил упавшего Надеяна. Вырвавшись из штыковой свалки, он поспешил к нему на помощь. «Чего ж, слава Богу, живы не вредим!» — ответил генерал на вопрос прапорщика. «Пойдемте поблагодарим матросчиков же геройскую атаку!» Обойдя весь участок, отбитый только что моряками, генерал громко благодарил чуть не каждого в отдельности матроса за проявленную храбрость. Моряки отвечали ему весело и бодро. Ни тени прежней иронии не мог заметить на их лицах звонарев. Наоборот, теперь матросы с нескрываемым восхищением и любовью смотрели на чудаковатого деда, только что показавшего пример мужества, порожденного великою любовью к своей родине. «Ура нашему генералу, нашему дедушке!» — неожиданно выкрикнул один из матросов, и этот крик был подхвачен всеми остальными. Надеян остановился и, поднявшись на цыпочки, поцеловал рослого моряка. Пережитое напряжение не прошло для старика даром. К вечеру он слег и был отправлен в госпиталь. Проводив генерала почти до штаба, звонарев вернулся на залитерную, где его ожидала Варя. Она успела по дороге побывать в штабе Горботовского и уже узнала об участии прапорщика в контратаке. «Ну, зачем? Зачем вы зря рискуете с собой?» — встретила его девушка. «Чего ради вы пошли с моряками?» «Хорошо, все, что хорошо, кончается, милая Варя. Не стоит больше об этом говорить. Обо мне вы даже и не подумали». И Варя неожиданно разрыдалась. Долго пришлось прапорщику уговаривать ее, пока она, наконец, успокоилась. Стук в дверь заставил Варю торопливо вытереть глаза и принять равнодушно сосредоточенный вид. Вошла Леля Лобина. «Как бы мне повидать Стаха?» — спросила она, поздоровавшись. Прапорщик по телефону через батарею литеры «Б» соединился с Кенджиевским. Поручик пообещал немедленно прийти на залитерную. «Кстати, у меня к вам, Сергей Владимирович, есть разговор по поводу спуска шаровой мины в японские окопы», — добавил он. В ожидании прихода Стаха все направились навестить раненого Родионова, который отлеживался на залитерной. У фейерверкера был жар. Одна из ран Многена гноилась. Осмотрев солдата, Варя решительно заявила, что его необходимо тотчас же отправить в госпиталь. Необходимо произвести очистку ран, иначе септицемия неизбежна, — авторитетно заявила она. Родионов умолял оставить его на залитерной. Долго пришлось его уговаривать, пока наконец он согласился уехать с батареей, но только к Варе, чтобы быть вместе хотя бы с зайцем. Стах рассказал о последнем штурме батареи элитеры «Б». Варя подробно сообщила о сегодняшней штыковой атаке китайской стенки. Звонарев ее тихонько поддразнивал. Леля ужасалась. Начал накрапывать дождь, и обе гости затропились домой. Офицеры немного проводили их, а затем вернулись на залитерную и договорились о спуске мины. Решено было на следующий день произвести рекогностировку на месте, а с наступлением темноты приступить к действиям. Место для спуска шаровой мины выбрали в передовом окопе, который обычно на ночь занимали секреты. До противника было около 30 шагов, причем японские траншеи помещались значительно ниже, под крутым скатом горы. В Уторин с двумя матросами доставил на батарею литеры «Б» большую шаровую мину весом около 16 пудов. Внутри ее, в жестяном ящике, помещался семипудовый заряд пироксилина. Свободное пространство мины было заполнено кусками железа и камнями, они имели на значение усилить кортечные действия при взрыве. Для спуска мины имелся деревянный желоб длиной свыше трех сажений. Разогнавшись по нему, мина дальше катилась по инерции. Кроме Буторина, Звонарев взял с собой еще Блохина и Ярцева, уже видевших в сентябре на высокой горе действий таких мин. Борейко тоже не утерпел и решил хотя бы сзади из стрелковых окопов посмотреть на взрыв. Для доставки мины к месту спуска стах отрядил десяток стрелков, солдаты с трудом перенесли ее на носилках. Как только наступили сумерки, японцы начали усиленно освещать укрепление прожекторами. Несколько раз лучи света останавливались на батарее литеры «Б» и затем, не обнаружив ничего подозрительного, ползли дальше. Уложив на брус сверокопа желоб, стрелки подняли и положили в него мину. Чтобы она не скатилась раньше времени, ее удерживали короткой веревкой, привязанной к специальному кольцу на корпусе мины. Затем солдаты сошли в окоп, а Звонарев поднялся к мине и вставил запальный шнур, рассчитанный на полторы минуты горения. — Подай-ка фитиль, блохин, — в полголоса приказал он. Солдат протянул ему жестяную коробку, в которой чуть лед джутовый фитиль, подув на него, чтобы он лучше разгорелся. Прапорщик приложил его к запалу. Последний тотчас вспыхнул и начал гореть с легким шипением. Звонарев оглянулся. В японских окопах было все тихо и темно. Луч прожектора удалился далеко вправо. Опасаясь, чтобы мина не взорвалась через слишком долгий промежуток времени, что дало бы японцам возможность разбежаться, прапорщик решил выждать еще полминуты, прежде чем ее пустить. Прислушиваясь к чуть слышному шипению горевшего запального шнура, он про себя отсчитывал секунды. Ноль, раз, ноль, два, ноль, три, с последним счетом ноль, тридцать. Он приказал солдатам отпустить конец веревки, удерживающей мину, и изо всех сил толкнул ее. К его удивлению, мина даже не шевельнулась. Звонарев хотел выдернуть запальный фитиль, но последний снаружи уже обгорел, и только в запальном отверстии чуть заметно мерцал огонек. Вынуть его уже было невозможно. Сейчас взорвется, — мелькнула тревожная мысль. Часть стрелков стремительно бросилась в тыл. Холодный пот выступил на спине у прапорщика. Волосы зашевелились на голове. — Я сейчас вам подсоблю, ваш бродь! Неожиданно раздался голос Блохина, и он очутился рядом со Звонаревым. — Раз, два, сильно! — скомандовал солдат, и они вдвоем навалились на страшный шар. Он скрипнул и повернулся. Наполнявшие его осколки и камни, пересыпаясь, сильно зашумели. — Давай, давай! — шептал Блохин, продолжая катить мину со всеувеличивающейся скоростью. Шестнадцатипудовый шар с грохотом полетел вниз. В японских окопах поднялась тревога. Японцы открыли беспорядочный огонь по направлению шума, засвистели пули. Достаточно было одной из них удачно попасть в мину, и она взлетела бы на воздух. — Бежим назад! — скомандовал прапорщик и ринулся к окопу. Блохин все же сперва пробежал вслед за миной до самого конца жёлоба, и только тогда вернулся обратно. Припав за бруствером почти к самой земле, они с трудом переводили дух от волнения и с нетерпением ожидали взрыва. Грохот все еще катящейся мины постепенно ослабевал, а один за другим раздались два небольших взрыва. — Не наша! — быстро прошептал прапорщик. — Японец верно хочет её остановить и бросает ей навстречу бомбочки! — отозвался блохин. — Хоть бы фитиль не затух! — забеспокоился прапорщик. Через мгновение внизу вспыхнуло яркое пламя и грохнул оглушительный взрыв. С бруствера слетело несколько мешков с землей, над головой засвистели осколки. Затем в японских окопах наступила полная тишина, только луч прожектора торопливо заметался в разные стороны. С какого-то форта или крепостной батареи иззади высоко взвелась ракета, за ней другая, и, разорвавшись, рассыпалась тысячами огненных звездочек, освещая далеко всё вокруг. — Вот дураки! Они нас выдадут! — выругался прапорщик, совсем припадая ко дну окопа. При ярком свете сразу же разгорела с обеих сторон ожесточенная гружейная и пулемётная стрельба и быстро распространилась по всему фронту. Звонарёв и Блохин оказались под перекрёстным огнём. Целые раи пуль с визгом носились над их головами. — Жиз! — приказал прапорщик приподнявшемуся Блохину. — А вдруг японец пойдёт в атаку и заберёт нас? — с сомнением проговорил солдат, опускаясь на землю. — Наши не допустят сюда японцев! — успокоил его прапорщик. Прошло добрых четверть часа, пока стрельба настолько утихла, что Блохин рискнул выглянуть из-за бруствера. При свете прожектора он разглядел огромную яму среди японских окопов. Вокруг неё валялись трупы и огромные каменные глыбы, вывораченные из земли при взрыве. В самый раз угодили, Сергей Владимирович. Можно теперь домой идти. Прапорщик, в свою очередь, рискнул выглянуть из окопа, и в то же мгновение пуля сбил у него с головы по паху. Зацепила? — тревожно спросил Блохин и, не дожидаясь ответа, провёл своей шершавой рукой по лицу и волосам Звонарёва. — Кажется, цел. — Ещё не уверенно отозвался прапорщик, ощупывая голову. — Ну и ударил же ваша мина! — подошёл Янжиевский. — В блиндажах до сих пор щпыль не улеглась, лампы сразу потухли. Всё посыпалось со стен, у меня дверь соскочила из петель. Попрощавшись с Янжиевским, прапорщик направился на батарею литеры «Б», где его с нетерпением ожидал Борейка. — Наделал же ты, Серёжа Переполоху, и у японцев, и у нас, — встретил его поручик. Со всех сторон звонят по телефону, спрашивают, что случилось. — Штаб же знает, — удивился Звонарёв, — но он никого ни о чём не предупредил. Да и я, признаться, после взрыва со всех ног бросился на батарею, думал, что начинается грандиозная драка. — Поднеси Блохину стакан водки, если бы не он меня разнесло бы в куски. И прапорщик рассказал о своих переживаниях. — Верно, здорово за тебя молится твоя великомученица Варвара, — шутил поручик, и вдруг оглушительно крикнул. — Филя, подь сюда, сучий сын! Блохин выскочил, как из-под земли. — Пей! — налил Борейка стакан водки. — За что жалуете ваш бродь? — удивился солдат. — За спасение прапорщика от верной смерти! Расскажешь потом всё его барышня, она тебе ещё поднесёт. — Нет уж, пожалуйста, Варю, сюда, не вмешивайте. Опять будет треветь в три ручья, — запротестовал Звонарёв. — Она способна на это, — удивился Борейка. — Представь себе, и даже очень! — Всё! — Быть тебе за ней замужем! — хлопнул поручик по спине Звонарёва. Блохин захохотал, почтительно закрыв рот рукой. Пошли домой на залитерную. Обернулся к солдату Звонарёв, и они зашагали по разбитой, скользкой от дождя дороге. После штурма наступило затишье. Японцы, потеряв пятнадцать тысяч человек и добившись лишь незначительных успехов, усиленно занялись траншейными работами, проводя всё новые и новые параллели в непосредственной близости от русских. Одновременно из Японии шли большие пополнения, которые надо было обучать тактике осадной войны. Артурцы, в свою очередь, использовали затишье на фронте для исправления нанесённых фортом и укреплением повреждений и создания тыловых линий обороны. Как и прежде, всеми работами руководил Кондратенко, а Стессель и Смирнов отсиживались в своих штабах, ведя между собою бумажную войну из-за всякого пустяка. Звонарёв продолжал пребывать на залитерной, отдыхая после пережитых треволнений. Борейко умудрился организовать на батарее литеры «Б» в непосредственной близости японцев лабораторию по изготовлению ручных гранат и одновременно мастерил пушку для стрельбы минами. По мере сил Звонарёв помогал ему. Стоял серый, уже по-зимнему холодный день. Временами срывался снег. В офицерском блиндаже на залитерной было сыро, дымно и неуютно. Звонарёв мёрз, был голоден и поэтому зол. Вареные обеды всё больше оскудевали, а с ними тащал и прапорщик. Девушка тоже сильно похудела. На осаждённую крепость вплотную надвигался голод, но осаде не было видно конца. Вошедший в блиндаж Ярцев принёс несколько приказов, распоряжений, полученных из управления артиллерии. Звонарёву бросилась в глаза длиннейшая записка фока о пределе обороны каждой крепости. Взяв её, прапорщик с удивлением стал читать. Осаждённую крепость можно сравнить с организмом, поражённым гангреной. Как организм рано или поздно должен погибнуть, так равно и крепость должна пасть. Это должны знать и всегда помнить доктор и комендант. Конечно, никто не мешает им верить в чудо, но их на войне не бывает. Гангрена поражает организм с конечностей, доктор должен своевременно их удалить. Так и крепость. Теряет прежде всего свои передовые форты, и комендант должен своевременно их очистить, дабы вовремя уйти из-под удара. Доктор постепенно отделяет поражённые органы, комендант же постепенно оставляет периферию и уводит войска в цитадель. Ни один доктор не станет вновь приобщать к организму удалённый орган, так и комендант не должен пытаться вернуть утраченные форты и укрепления, ибо это никогда не может увенчаться успехом и поведёт только к напрасным жертвам. Доктору для того, чтобы удалить больной орган, нужны ассистенты, так и коменданту нужны надёжные помощники, чтобы выполнять его приказания об очистке фортов и укреплений. Дальше Звонарёв не стал читать. Ему стало ясно, что Фок с благословения Стесселя предлагает постепенно сдать Артур японцам. Взволнованный он позвонил Борейко на батарею литера «Б». — Ты читал записку Фока? — спросил он. — Что ты о ней думаешь? — Думаю, что Фок подготавляет изменческую сдачу крепости. Чем всё это кончится? — Совместным парадным обедом Стесселя и ноги в Артуре, если только Кондратенко решительно не вмешается и не арестует этих предателей. Я готов со своей роты оказать ему в этом полное содействие. Сомневаюсь, чтобы он осмелился на такие решительные шаги. Это не в его характере. Сообща уговорим. Одним словом, сейчас осаждают Артур сразу три генерала. Ноги с фронта и Фок со Стесселем изнутри. Кстати, ещё новость. Вомензон назначен начальником артиллерии нашего сектора и собирается сегодня посетить Литер-Бу. Я далеко не в восторге от этого известия. Да, следует ожидать всяких пакостей. Прикажи на батарее и около кухни всё привести в порядок, да и Харитине вели куда-нибудь на время исчезнуть. Едва прапорщик успел отдать необходимое распоряжение, как Вомензон уже подъехал в экипажи и направился к батарее. Звонарёв встретил его рапортом. Сухо поздоровавшись, капитан прежде всего справился, есть ли на батарее икона, и у всех ли солдат имеются нательные кресты. Удивлённый этим вопросом, прапорщик сообщил, что иконы нет. А нательными крестами он совсем не интересовался. Вы, очевидно, к сожалению, нерелигиозны. Православный воин прежде всего должен быть глубоко верующим. Только тогда с помощью Божией он может надеяться на победу, — поучал Вомензон, неторопливо идя вдоль батареи. Помимо веры нужны ещё снаряды, патроны и продовольствие. А их-то у нас как раз и не хватает. — Да вы, оказывается, настоящий кромольник! — даже остановился от возмущения капитан. Далее начался разгром. Вомензон шарил по всем углам и закоулкам, заставляя солдат разуваться, чтобы видеть, а острижены ли у них ногти, и совал в нос звонарёву грязные портянки. На беду около кухни он завидел Харитину юбку и произвёл целое расследование, как она оказалась на батарее, и в результате обнаружил Харитину. — Это что за... — выругался он. Харитина вспыхнула. — Я законная жена бомбардира Егора Ярцева, и вам очень даже стыдно такие слова мне говорить. — Вон, с батареей! — Чтоб твоего здесь и духу не было! Где я, так называемый муж? — обернулся он к прапорщику. — Я здесь, ваше послаблагородие! — отозвался Ярцев. — Как ты смел держать здесь свою суку, мерзавец! Жена Ярцева здесь находилась с разрешения поручика Борейко, — доложил прапорщик. — Я ему за это объявлю выговор! А ты сегодня же набьёшь морду своей шлюхи! — обернулся к Ярцеву капитан. — Ваше приказание дико! И незаконно вмешался Звонарёв. — Вы не имеете права предъявлять к солдатам такие требования! — Вы с ума сошли, прапорщик! — Я вас немедленно арестую и дело передам военно-полевому суду! Звонарёв обернулся к батарее. Все солдаты выспали из блендажей и издали хмуро следили за происходящим. — Ружьё! Ко мне! — звенящим от волнения голосом крикнул прапорщик. Солдаты метнулись в разные стороны, и через минуту тридцать человек с винтовками в руках стояли за спиной Звонарёва. — Зачем вы их вызвали сюда? — спросил испуганно Ваминзон. — Чтобы отдать вам честь, когда вы будете уезжать, — иронически ответил уже овладевший собой прапорщик. Ваминзон бросил на него уничтожающий взгляд и, не прощаясь, пошёл к экипажу. — Слушай, на каул! — совсем весело скомандовал Звонарёв. Ваминзон уехал. — Мне надо уходить с батареи, — спросила Харитина. — Можете оставаться здесь по-прежнему. Едва ли капитан Ваминзон ещё нас посетит, — усмехнулся прапорщик. — Вы б, ваш бродь, нам только глазом мигнули. Мигом подняли бы их высокоблагородие на штыки, — проговорил Лебёдкин, — и попали бы под расстрел. На батарее литеры «Б» Ваминзон встретил Блохина. Солдат сразу же ощетинился и свирепо посмотрел на своего давнишнего врага. — Как стоишь, свалочь, голову выше! И капитан ударил Блохина в нижнюю челюсть с такой силой, что он, громко ляскнув зубами, едва устоял на ногах. — Забыл, как я тебе каждый день спускал шкуру. Смотри, сейчас отполирую её под орех. Блохин с ненавистью смотрел на Ваминзона. — В чём дело, господин капитан? — подошёл Борейко. — В чём провинился бомбардир Блохин? — Ни в чём. Просто увидел его нахальную рожу и решил проучить как следует. Он у вас совсем обнаглел и распустился, поручик. И, очевидно, поэтому получил два георгиевских креста. Его надо ежедневно пороть, а не награждать крестами. — Пошёл вон, сволочь! Блохин повернулся по уставу. А затем, бормоча под нас самую отчаянную брань, побежал к своему каземату. Через минуту он вышел со своей трофейной японской винтовкой, но Ваминзон уже скрылся в каземате второго взвода. Заметив там большой образ и лампаду перед ним, начальник сектора снял фуражку и долго крестился. Вот это я одобряю! Это не то, что на залитерной, где командует нигилист. Все успехи батареи, я объясняю, поручик, правильным религиозным воспитанием ваших солдат. Борейко слушал капитана с иронической усмешкой. Ваминзон уже собрался уходить, когда его взгляд упал на лежавшую на нарах лепёхинскую библию. Золотое, старобряческое двуперстие четко бросалось в глаза. Чья это книга? Сразу же взъерошился капитан. — Обчая! — доложил взводный. — Да у вас тут, оказывается, целый раскольничий скит. Сейчас же сжечь эту еретическую книгу! Затем капитан подошёл к иконе, и только тут разглядел, что она тоже старинного письма. Рядом стояло ещё несколько таких же образов. Это настоящее моленное! Немедленно уничтожить всю эту мерзость! И Ваминзон стал швырять иконки на пол, топча их ногами. Солдаты зашумели и бросились поднимать свои святыни. — Это... это бунт! Я вызову сюда стрелков, чтобы заставить вас выполнить моё распоряжение! Капитан выскочил из каземата и торопливо зашагал к экипажу. Едва он отъехал! Как из-за угла с рёвом вылетел Блохин, и, вскинув винтовку, пуля за пулей выпустил по Ваминзону целую обойму, но промахнулся. Тогда он далеко отшвырнул ружьё и, невероятно ругаясь, с пеной у рта стал кататься по земле. Борейка приказал запереть Блохина в свободном пороховом погребе. Пусть посидит. А то ещё опять попортит кого-либо под горячую руку, — решил. Сверх ожидания Блохин подчинился без возражений. Переговорив по телефону с Залитерной, поручик узнал, что произошло там, и, в свою очередь, осведомил Звонарёва обо всём случившемся на батарее. — Чем, по-твоему, всё это кончится для нас с тобой? — спросил прапорщик. — Для тебя, дважды контуженного и будущего зятя Белого, ничем. — А мне, верно, придётся расстаться с батареей и немного отдохнуть на губтвахте. Но ведь ты тоже ранен. Зато обо мне не беспокоится никакая генеральская дочка. Одним словом, поживём — увидим. На следующий день Залитерную посетил начальник крепостной артиллерии Восточного фронта подполковник Стольников, среднего роста, почти совсем седой, с седыми же усами и эспаньолкой, всегда раздражённый. Он не пользовался особым авторитетом и любовью своих подчинённых, несмотря на несомненную храбрость. Сразу же, с момента своего появления на батарее, он начал брюзжать на Звонарёва и солдат. Но, в отличие от момента зоны, Стольников считал мордобой некультурностью, недопустимой для офицера. Поставив многих солдат под винтовку на различные сроки и, доведя прапорщика до состояния тихого бешенства, Стольников прошёл с ним в офицерский блиндаж и тот с глазу на глаз объявил ему выговор за вчерашнее непочтение к вамензону. — Я сам не перевариваю этого дантиста и прохвоста, но, поскольку он является вашим начальником, то дерзить ему всё же нельзя. Я вас снимаю за литерной и отправляю в госпиталь. Сдадите сегодня же батарею штабс-капитану Чижу, он заодно примет и батарею литеры Б. — А куда денется Борейка? — Я пока отправлю его на гауптвахту. Затем Стольников, сразу переменив, то он уже совсем по-дружески попросил прапорщика проводить его на батарею литеры Б. Вместе обсудим там все хозяйственные дела. — Известие об отправке на гауптвахту Борейка принял совершенно спокойно. — Не перевели, значит, ещё умники в Артурии. Готовы и во время осады заниматься крючкотворством, пробурчал он. — Прикажете ваш броте вещи собирать? Испуганно вскинулся на Борейка вертевшийся тут же Денщик Иван. — Укладывай чемоданы. Поедем отдыхать в город на губу. Солдат в тот час выскочил из каземата и бегом направился вдоль батареи. Встретив Блохина, он торопливо сообщил ему об аресте Борейка. — Не дадим. Решительно махнул головой солдат и устремился в казематы с криком. — Ружьё! Спасай, братцы медведя! Его от нас забирают! А артиллеристы, потрясая винтовками, ринулись к офицерскому каземату. Через минуту тут собралась толпа вооружённых, взволнованных солдат. Заметив сборище солдат, Звонарёв вышел справиться. В чём дело? Стоящие впереди толпы Лепёхин, Жиганов и Блохин спросили его, правда ли, что забирают Борейка? Получив утвердительный ответ, Блохин громко заявил, стукнув прикладом о землю. — Мы на это не согласны! Без поручика нам не жить! Нельзя ли ваш броте так отложить по начальству? — Вернувшись в каземат, прапорщик сообщил Стольникову о возникшем среди солдат волнении и от себя посоветовал оставить Борейка на прежнем месте. — Тридцать лет служу! Но таких вещей ещё не видел. Да понимают ли солдаты, что им грозит поголовный расстрел? — возмутился подполковник. — Здесь они тоже ежедневно рискуют своей жизнью, господин подполковник, — заметил Звонарёв. Я сейчас их разгоню. — Все эти безобразия являются прямым результатом вашего либерального отношения к солдатам, — обернулся Стольников к Борейкам. — В чём дело, ребята? — Почему вы сюда собрались? — вышел к солдатам Стольников. — Просим поручика от нас не брать, — проговорил Лепёхин. — Как я приказал, так и будет. — Тогда берите меня, ваше высокоблагородие, — шагнул вперёд Блохин. — И меня! И меня! Раздалось в толпе, и солдаты тесным кольцом окружили испуганного подполковника. Назад хрипло крикнул он, но его не послушались. Крик и шум с каждой минуты становился всё более угрожающим. Звонарёв бросился за Борейка. При появлении поручика толпа сразу стихла. — Смирно! — Разойдись по казематам, братцы! — крикнул он солдатам. Они недовольно зашумели, но всё же стали расходиться. — Я решил оставить вас на батарее, — Борис Дмитриевич умышленно громко проговорил Стольников. — Покорнейше благодарим! — оглушительно рявкнули солдаты. Стольников, ни с кем не прощаясь, поспешил уйти из батареи. Солдаты, давая дорогу, почтительно расступались перед ним. Когда подполковник отошёл достаточно далеко, Борейка скомандовал смирно сгрудившим сокол него солдатам. — Спасибо, братцы! — с чувством проговорил он. — Рады стараться, ваш бродь! — дружно ответили артиллеристы. — Поручка, ура! — заорал Жиганов, и солдаты бросились качать своего офицера, пока встревоженные криками японцы не открыли сильного ружейного огня по батарее. — Разойди, — скомандовал Борейка. — Хорошо, брат Серёжа. — Когда за твоей спиной стоит сотня людей, готовых за тебя идти в огонь и в воду. Стольников был неглуп и решил не предавать огласке происшедшей с ним на батарее литеры «Б». Поэтому в штабе фронта он доложил начальнику артиллерии участка полковнику Мехмандарову, что всё нашёл в порядке и считает излишним снимать оттуда Борейка. Полковник с ним согласился. Правда, вечером того же дня Стольников подробно обо всём доложил наедине Белому, и генерал вполне одобрил его действия, решив ограничиться выговором Борейка. На этом дело и кончилось. Но солдаты, сильно приукрасив всю историю, не замедлили рассказать стрелкам, как они отбили у начальства своего медведя. История получила совершенно неожиданный резонанс в пехотных частях. Стрелки почувствовали свою силу. Офицера, ударившего солдата, не разобрав винтовки, загнали в блиндаж, где он и просидел, пока стрелки не разошлись. Несколько других офицеров поспешили заболеть и уехать в город. Раздавать по-прежнему зуботычины уже стало опасно.